Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжается цикл лекций в рамках международного научного проекта I-PREME. Сегодня лекцию зачитает доктор биологических наук Александр Александрович Яковлев. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Лекция. Я начинаю эту лекцию с просьбы записывать ничего не надо. Я сильно предпочитаю, чтобы вы слушали и запоминали. Дискуссия по окончании сильно приветствуется. Естественно, что если вам нужно записать ваши вопросы, комментарии или что-то, используйте свои блокнотики или, как сейчас принято, смартфончики. Но в целом отрываться от того, что я буду рассказывать, наверное, для записи этого не имеет смысла. Сама лекция построена как конспект лекций, в которые вы всегда сможете обратиться, чтобы вдруг что-то, если вам понадобится, оттуда достать, прояснить для себя или, скажем, использовать в дискуссии с коллегами. Итак, Институт высшей нервной деятельности в рамках проекта iBrain начинает этот семестр и продолжает курс подготовки аспирантов. Первое, с чем вы в этом году встречаетесь, это правило, по которым вы входите в биохимическую лабораторию. К сожалению, ситуация такова, что некоторые ребята, ну то есть это объективная реальность, я не хочу никого здесь, психологи, физиологи, многие другие профессии, недостаточно хорошо знакомы с практиками мокрых лабораторий, там, где пипетки, весы, электрофорезы и прочее. Конечно, научным руководителям было бы приятно, если бы вы с этими темами были гораздо более знакомы. И поэтому вот эта вводная часть, соответственно, недолгая, всего лишь один день у нас, будет посвящена некоторым правилам, навыкам и, конечно, ошибкам тех людей, которые приходят в биохимическую лабораторию. Ну и еще один важный навык, который, мне кажется, вам стоит тренировать, по крайней мере, мне кажется, в нашем обществе это очень важное конкурентное преимущество. Вы начнете читать статьи по специальности. И если будете знать несколько смежных специальностей, вот в частности работу биохимической лаборатории, это только добавляет вам уверенности, опытности и перспективности вашим исследованиям. И вторая часть этой медали. В скором времени вы сами станете рецензентами статей в хороших журналах. И чтобы не замыкаться на своей тематике, скажем, психологической, физиологической, на уровне организма, поведением и так далее, все равно придется представлять себе, что люди делают в лабораториях, в мокрых лабораториях, как они капают реактивы, что такое форезы и так далее. Возможно, с этой точки зрения, сегодняшней лекции вам и будет достаточно на первые годы вашей работы в качестве читателей и рецензентов научной литературы по своей тематике. Современная молекулярная физиология, которая является частью направления института высшей нервной деятельности, где мы сейчас с вами находимся, разумеется, подразумевает, кроме всего прочего, молекулярные процессы, лежащие в основе всех самых высоких функций. От молекулярной физиологии, от работы молекул до работы клеток, оттуда до работы структур мозга, скажем, или клеточных ансамблей, оттуда до поведения животного в целом, это все, разумеется, опирается как раз на молекулярные основы. Молекулярные основы изучаются, может быть, не столь активно, но в целом в мире тенденция, конечно, к тому, чтобы это стало основным в молекулярной физиологии. Очень близкая тематика, к которой я ближе нахожусь, это современные психиатры. Естественно, молекулярная психиатрия точно такое же очень важное направление, позволяющее делать заключение о процессах, происходящих в клетках мозга человека при различных заболеваниях головного мозга, в первую очередь при психических. Мы говорим об этом. Естественно, что это очень важная задача, и в полной мере она не решена. Естественно, вы все это понимаете. Частью этой работы является работа генетиков, молекулярных биологов, биохимиков. И вот, собственно, ту часть, которую делают в этой области биохимик, я бы хотел вам сегодня немножко представить. Биохимики работают в том, что называется сейчас мокрая лаборатория, wet labs. На самом деле нет строгого никакого термина, но есть wet и есть dry labs. И есть, соответственно, мокрые и сухие зоны в каждой лаборатории, в которой вы, как правило, в каждой лаборатории, с которой вы имеете дело. В мокрых лабораториях или в мокрых зонах лабораторий происходит работа с химикатами, с жидкостями. Как правило, отличительной чертой являются большие объемы воды, расходуемые в экспериментах. И всегда здесь есть весы, PH-метр, центрифуги, пипетки, то есть все оборудование для работы с жидкостями, есть вытяжки. И дальше уже в зависимости от специфики, культуральные боксы или, скажем, электрофорезы или хроматографические кабинеты. А в сухих лабораториях или в сухих зонах лабораторий стоят компьютеры, работают системы анализа данных, работает выход в интернет. Здесь работают биоинформатики, здесь физиологи анализируют свою работу. В этих помещениях другое требование, собственно, к качеству. Здесь должна быть другая вентиляция, другое электроснабжение. Ну и, конечно, не надо вам напоминать, что никакая мокрая зона не должна пересекаться с сухой. Любой реактив в растворенном виде может сильно навредить серверам, компьютерам, электронным приборам. Поэтому эти все зоны, как правило, должны быть четко разграничены. Это так и есть. И не надо заходить со своими бутылками с буфером, садиться и делать рядом со своим компьютером, где вы обсчитываете результаты. Планировать и делать какие-то хитрые эксперименты. Собственно, вот небольшая выдержка из того, что подразумевается под мокрой и под сухой лабораторией. И видно, что в мокрой лаборатории это столы со сливами, которые можно легко очистить. То есть, все достаточно, например, в кафере или в линолеуме, чтобы не было проблем с очисткой. Есть горячая и холодная вода. Причем обычно несколько градаций качества воды в лаборатории. Вам предстоит отличать сходу вода из-под крана, вода дистиллированная, вода дианизованная, вода хроматографического качества. И это все и есть атрибуты мокрой лаборатории. Маски, перчатки, все специальные холодильники или, скажем, хранилища – это мокрая лаборатория. В сухой лаборатории это, соответственно, мощное электричество, вентиляция. Всегда чистые системы из компьютеров и соответствующих, там, не знаю, сервера, как это называется. Если стоят приборы, а там не только компьютеры, там, скажем, приборы, которые мощный инструментальный анализ, скажем, МРТ или что-то такое. Эти, как правило, комнаты изолированы. Изолированы от тряски и вибраций, изолированы от звука. Ну, это в зависимости уже от специальных требований. Ну, и вот, на самом деле, всерьез люди занимаются тем, чтобы в лабораториях соблюдались правила проведения экспериментов. Ну, в Соединенных Штатах этим занимается специальное агентство. И вот эта выдержка из его отчета. Они ходят по лабораториям специально аккредитированным и ищут, в чем же неправильно люди проводили свои исследования или организовывали работу. Ну, и, как видите, несмотря на, казалось бы, где мы, где они, какой уровень организации и так далее, что вы можете для себя подумать, в половине практически случаев неправильно организована работа. То есть, неадекватно подготовлен персонал, люди, которые заходят и начинают что-то капать, не умеют об этом представления или наоборот, которые садятся за компьютер и так далее. Но это половина всех случаев несоответствия лаборатории, высокому званию лаборатории. Второе по распространенности, и об этом мы будем говорить прям совсем подробно уже очень скоро, это неадекватное заполнение результатов. То есть, это журналы, какие-то дневники, в зависимости от техники эксперимента. Это то, к чему обязательно предъявляет высокие требования институт, ваш научный руководитель. Все записи об экспериментах должны вестись в пронумерованных журналах и храниться в лаборатории. Ну, дальше мы видим, что не такие уж и малые в процентном отношении это проблемы с настройкой, например, оборудования, с качеством реагентов, с разработанными процедурами, которые, оказывается, один человек выполняет так в лаборатории, а второй так, по-другому. И даже не так мало людей просто не знают, как надо правильно обращаться с животными. Естественно, вы, как люди, может быть молодые и новые, не все это можете понимать. Вы подходите к своему научному руководителю, спрашиваете, как это должно быть, и дальше уже никаких проблем у вас, конечно, не возникает. Здесь очень подробное описание того, как то же самое американское агентство относится к требованиям для лаборатории неклинического изучения. И, как видите, здесь очень четко задекларировано, что все, что происходит, должно быть записано. Все реактивы, время их разведения, масса, которая была завешена на весах, объем буфера, который был добавлен в отношении животных, нужно написать все, чем животные питались все это время, ну и так далее. Это максимально полная документация того, что вы делаете в лаборатории. Это от вас требуется. Это вторая часть того же самого, той же самой склонности к записям всего, что есть. Это результаты, как вы их докладываете своему руководству, или как вы их сохраняете в своем журнале. Здесь тоже очень много требований. Наверное, вам будет правильно посоветоваться со своим руководством, но ввести журнал и правильно его заполнять – это обязательная ваша обязанность. Вот здесь на просторах интернетов очень легко найти, что люди советуют. Многие люди сталкиваются с проблемами в введениях лабораторных журналов, в введениях записей, в введениях отчетностей. И вот основные причины, которые часто фигурируют как проблемная зона. Когда вы начинаете записывать свой эксперимент, вы обязательно в явном виде пишете цель этого эксперимента. С самого начала экспериментальный журнал начинается с того, что вы собираетесь делать. Основное – то, что людям не хватает времени, и, как правило, все эти лабораторные журналы и лабораторные отчеты пишутся в последний момент. Так делать нельзя. Конечно, надо заранее готовиться к тому, что вы хотите написать, и продумать это все, и обстоятельно изложить, последовательно. Должно в изложенном материале быть представлен анализ, интерпретация результатов. Обязательно четвертый пункт – это мы стремимся показывать визуальные графики, таблицы, какие-то иллюстрации, чтобы свои результаты подкрепить какими-то картинками. Это гораздо лучше воспринимается. Обязательно должны быть включены в ваши результаты ваше суждение относительно того, что было получено. Нельзя пытаться несколько разных результатов перефразировать, перевести в несколько иной вид и представить несколько раз. Это очень затрудняет восприятие и, конечно, сбивает толку тех людей, которые будут читать ваш отчет. Ну и, естественно, здравый смысл. Вы должны писать много, а писать по делу, обстоятельно. И никогда не думать о том, что вы получили неожиданный результат в результате какой-то ошибки. Нет. Этот факт должен быть задекларирован. Четко, что был получен результат, который вы не ожидали. И не надо выбрасывать какие-то полученные данные на основании того, что это не укладывается в концепцию, в теоретические построения или неожиданно для вас, вашего руководителя, или еще каким-то образом. Это большая ошибка. А теперь относительно дизайна экспериментов мы, собственно, в этой же области, пока в этой же проблеме с вами сейчас находимся. Не на пустом месте взятая проблема. Высокорейтинговые журналы, в данном случае это топовые медицинские, проводят периодически осмотр, опросы своих рецензентов и задают вопрос, а какие же вы проблемы видели, скажем, за последние пару лет в журналах, в статьях, которые вам пришлось рецензировать. И те проблемы, которые вскрываются, это то, что вы должны знать заранее и их пытаться избегать. Мне кажется, это не так сложно. Проблемы делятся на две большие группы. И первая четкая и самая большая, и много раз мы с ней встретимся, это статистический анализ, так его назовем. Вторая – это нечеткое изложение и неполное изложение результата. Статистическая проблема подделяется, подразделяется, можно подразделить на несколько пунктов. Первое – это неподходящий или неуместный анализ, так скажем. То есть, как вы должны выбрать статистический тест, вы должны это написать. И, естественно, нельзя выбирать неподходящие тесты для той ситуации, с которой вы имеете дело. Это, как видите, самая первая распространенная ошибка. Естественно, что у вас будет специальный курс по статистике, этот факт от моего внимания не ускользает. Но, обращая ваше внимание, что это основная ошибка, надо обязательно следить и обращать на это внимание в своих работах, в работах своих коллег. Тесты статистически должны быть подобраны адекватно. Об этом горе литературы никаких проблем, чтобы выбрать адекватный тест, не существует. Вторая проблема – это при наличии пластеризации какой-то данных ее пропустить. То есть, если у вас каким-то образом пациенты сгруппированы по каким-то характеристикам, а вы этого или не знаете, или не сообщаете в своей статье, это большая ошибка. Но это тоже относится к статистическим, к ошибке обработки, статистической обработки результата. Третье – это то, как вы работаете с пропущенными данными. То есть, обязательно, если это биохимический эксперимент, нужно описать, проводили ли вы тесты для того, чтобы анализировать выбросы. Как вы выбрасывали точки, которые, если вдруг таковые были из ваших групп. Если это клиническое исследование, как вы обходились с обсчетом выбывших пациентов по независимым причинам, проводить все статистические анализы, ну и главное – объяснять для себя, для журнала, в котором вы публикуетесь, как вы с этим имели дело. Это существует, естественно, разные методы. Это тоже предмет отдельного специального статистического разговора. Четвертое, но сейчас я должен сказать, все более и более приобретает важность именно этот пункт. Анализ мощности и предварительный обсчет размера образца, размера групп, которые вы взяли для исследования. Это всегда должно быть проведено предварительно. Ну, то есть, это хороший тон провести такую работу предварительно перед началом эксперимента. Когда у вас совершенно новая поисковая работа, которая из космоса на вас свалилась, этого можно не делать. Но когда есть какие-то, хоть какие-то предварительные данные по вашей теме, какие-то результаты вашей лаборатории, что-то смежное по тематикам, или какие-то другие принимаемые во внимание обстоятельства, это обязательно нужно использовать для предварительного расчета мощности и размера выборки перед тем, как начинать свой эксперимент. В нестатистических, так скажем, проблемах это очень важная проблема для, особенно для молодого специалиста, нечеткое, неадекватное описание методик, которые были использованы в работе. Хорошим правилом в данном случае будет являться то, что только на основании того, что записано в вашей статье, любой человек мог воспроизвести эксперимент. Не надо пренебрегать, выбрасывать какие-то данные, потому что вы считаете их самоочевидными. Это приводит, собственно, основная из причин, по которым у нас очень часто наблюдаются невоспроизводимости результатов между разными группами исследователей. И в целом эта проблема заслуживает отдельного названия. Это кризис невоспроизводимости. Она существует. И чтобы вам с ней не столкнуться и чтобы ваши последователи с ней не столкнулись, очень подробно описываем все, что вы сделали в разделе «Материалы и методы». Есть еще одна маленькая, не такая большая проблема. Это когда в клинических исследованиях не предоставляются те данные, которые нужны по-хорошему для того, чтобы любой человек от последнего журналиста до рядового пенсионера мог понять, что там написано. А именно чувствительность, специфичность, чувствуете перекличку со статистическим анализом, потому что это в любом случае входит. Частота истинно положительных и истинно отрицательных результатов. Это тоже должно быть изложено для ясности во всех результатах ваших статей, но если они имеют дело, скажем, с клиническими исследованиями. Ну, теперь то, что часто, какие ошибки часто делают и не только молодые сотрудники, мы подробно сейчас по всему этому списку пройдемся. Надеюсь, что вы, конечно, все это понимаете и делать будете, ну, как правильно, как вам подсказывает здравый смысл и наша сегодняшняя лекция. Все эксперименты надо начинать, тоже найдено на, и скомпилировано на просторах интернета. Все эксперименты должны быть, начинаться с хорошо спланированного протокола. Протокол это несколько первых страниц вашего лабораторного журнала. Все здесь должно быть очень четко записано. И то, на чем молодые люди очень часто погорают, это то, что думают, что протокол, который они взяли из Nature Messages в их руках сразу же заработает с первой минуты. Нет. Это вообще редкость, чтобы опубликованный протокол без адаптации к данным конкретным лабораторным условиям заработал вообще. То есть всерьез разбираться со всеми протоколами, предшествующими данному, со всеми коветами, посмотреть и поговорить с бывалыми сотрудниками, что может быть, какие проблемы. Это обязательная часть. Собственно, второй пункт это и есть. Постараться максимально разобраться и спросить совета у тех людей, которые в этом разбираются. По моему опыту, это самый раздражающий вашего научного руководителя фактор, когда вы делаете что-то не так, а потом по разным причинам отклоняете возможность это обсудить, поставить перед своими коллегами, перед руководством такой вопрос и каким-то образом это потом вдруг скрывается. Нет. Каждый раз, когда у вас что-то не получается, самым правильным будет идти обсуждать это с опытными коллегами и с вашим научным руководителем. Вот третий пункт, как постоянная тема всего рассказа, правильное документирование и правильное введение вашего лабораторного журнала. Вся детализованная информация должна в нем присутствовать. Обязательно на стадии подготовки публикации, обязательно на стадии подготовки собственных учеников, подготовки отчетов для вашего научного руководителя и так далее. Практики проверки вашего журнала как таковой, наверное, нет, но в любой момент руководство имеет право посмотреть, как, где, что и заглянуть в ваш лабораторный журнал. Будьте к этому готовы. Последующие два пункта это работа с реактивами. Это тоже достаточно важно, но для внимательного человека, наверное, не проблема. На реактивах всегда есть четкая маркировка, лот, естественно, молекулярная масса и вся информация, которая необходима для человека, чтобы проводить с этим реактивом химические, биохимические исследования, реакции и так далее. Невнимательные люди, бывают что-то путают, бывают берут просроченные реактивы, бывают берут не тот реактив, сходный по названию и так далее. Ну, наверное, этого можно избежать. А следующее это то, что реактивы должны, кроме того, еще и сохраняться в надлежащем виде. Как правило, никакую биохимию мы не оставляем на комнатной температуре. Для того, что вышло из живой клетки, фермент, например, очень важно находиться при охлаждении. Для антител, которые будут работать неделями, месяцами и даже годами в лаборатории, оптимально будет хранение на минус 20 в соответствующем растворе глицетина. Это не надо путать и просто, естественно, у вас в лаборатории есть люди, которые, если вы делаете такой эксперимент, которые это понимают и в который вам все подскажут, ну, будьте внимательны. То, что называется последовательность и последовательное следование инструкциям, это тоже обязательно. То есть, если в вашем эксперименте, вот здесь конкретный пример, используется дистиллированная дианизованная вода, вы тоже должны использовать дистиллированную дианизованную воду. Не надо искать здесь каких-то синонимов или думать, что вот люди не совсем правильно подбирали свои расходные материалы для экспериментов. Это, как правило, не так. Ну, вот здесь срезание углов, то, что называется. Если в вашем протоколе написано инкубация 100 минут, я сам очень люблю писать инкубация 100 минут, то, пожалуйста, надо соблюдать эти 100 минут, дожидаться до конца и потом переходить к следующей статье. Очень часто, конечно, 100 минут не отличается от 80 и даже от 200, но каждый раз это надо проговаривать, каждый раз иметь надо опыт для того, чтобы интерпретировать полученные результаты и лучше для вас с самого начала следовать полностью букве прописанной, скажем, времени протокола, времени какой-то стадии протокола. Ну и естественно, когда вы только планируете эксперимент, вы должны об этом знать, то есть на первых из нескольких страницах вашего лабораторного журнала не только последовательность стадий, которые вы проводите в лаборатории, но и их длительность по времени. То, что последний пункт, может быть, вас не обязательно коснется, но вы должны знать, что любое оборудование, которое есть в лаборатории, должно быть, должно поддерживаться в правильном рабочем состоянии и, кроме того, периодически должны быть проведены процедуры калибровки неоднократно. Сколько раз некалиброванные пашметры заруинили эксперимент, это просто не сосчитать. Сколько раз неточные весы, сломанные пипетки и так далее, и так далее. Здесь от вас зависит, по крайней мере, то, чтобы визуально идентифицировать, что прибор или устройство работает не так, как надо, и обратиться, в случае, если вы не можете это исправить, наверное, это зачастую так, обратиться к старшим товарищам. Ну, вот этот же автор на просторах интернета дает нам без значка копирайта, то есть мы можем все пользоваться, так называемые свои императивы никогда. Никогда никакая еда или напитки не приходят в химическую лабораторию и не стоят на столах. Она может приходить только в вашем желудке. Надеюсь, это, в принципе, у вас известно из любой офисной деятельности. Конечно, мы так не делаем. Ну, вот все остальные пункты в принципе тоже не хочу подчеркивать, что вы этого не знаете. Наоборот, но просто то, что мы проговорим, наверное, как-то помогает нам всем понимать, что мы находимся на одном и том же уровне понимания, что происходит. Конечно, никогда не работаем без того, чтобы спросить, как правильно что-то делать под руководством своего руководителя. именно в тот момент, когда он за вами наблюдает и может поправить. Никогда не оставляем эксперименты на рабочем столе, уходя в другую комнату или еще куда-то, чтобы там что-то само по себе шло. Никогда не надеваем неподходящую одежду, убираем волосы и прочее, чтобы это никогда не окунулось в химикаты, какие-то стоящие на столе и не перешло из одного помещения в другой или на другой персонал, не важно. Очень дурным тоном является выходить из химической лаборатории в халате, скажем, в перчатках или в очках, в которых вы только что переливали, скажем, кислоту, а потом браться за те предметы, которые люди берут чистыми просто руками и находятся без халатов. на халате как правило специфика вашей лаборатории она должна остаться в стенах вашей лаборатории, никуда не ходить, никак там по-другому выносить части этого из лаборатории не стоит. Ну, наверное, никто уже не пипетирует рутом, хотя еще остаются люди экстравагантные, которые желают попробовать эту технику 19 века. Нет, конечно, химические реактивы страшный ужас, никак их трогать, тыкать пальчиком мне, конечно, не надо, тем более ртом набирать. Все, что происходит из того, что можно назвать акцидентом, инцидентом, обязательно нужно сообщить своему наставнику. Все-таки не надо думать, что это все замнется, это все ерунда, нет, никто не будет вас ругать, никаких здесь личных взаимоотношений неприятных не будет, но сообщать надо. И вот мы все понимаем, надо обязательно мыть руки, руки надо мыть не только вот здесь, перед выходом из лаборатории, но на самом деле просто перед каждой процедуры, перед каждым и после каждой процедуры, где вы имели дело с химическими веществами, хорошим тоном будет помыть руки. Прошло времени. Продолжаем. У нас часть вводная, которая могла бы касаться ваших общих отношений к тому, что происходит, прошла, и теперь мы немножко пройдемся по тем методам, принципам и протоколам, которые как раз в реальности вы встречаете, когда заходите в МОКУ биохимическую лабораторию. Первое, очень важное, аналитические весы. Техника, которая создала эти аналитические весы в наше время, это одна из самых передовых техник почувствительности по различным, я не знаю, удобством по тем, как это устроено, как это интерпретируется, но это и значит, естественно, что аналитические весы это очень точный прибор, который в общем нужно использовать, конечно, по назначению. В вашей лаборатории будет несколько весов. Весы самые точные и не такие точные, весы для животных, это все надо разделять, естественно, к самым точным аналитическим весам предъявляются дополнительные требования в плане чистоты помещения, где они стоят, реактивы, с которыми вы можете работать с этими весами, ну, естественное ограничение по массе, там нельзя взвешивать сотни грамм, относится это и к тому, что столик, на котором стоят весы, антивибрационный, никаких подергиваний рядом не должно быть, никаких должно быть рядом сквозняков, тогда современные весы позволяют вам определять 0,1 1,1 микрограмма, миллиграмма. Весы, которые позволяют определять микрограммы, тоже существуют, но вы, наверное, в регулярной своей практике с этим встречаться не будете. Вот они, такие весы находятся в отдельно построенных башнях, с отдельно устроенной системой вентиляции, антивибрации, изоляции электрических помек и так далее, но, тем не менее, такая возможность для всех нас, в принципе, существует, но это подчеркивает только то, насколько могущественна эта техника современная. От нас, конечно, требуется, чтобы при соблюдении простых правил от нас требуется знание того, как это работает. Правила, которые не надо нарушать при работе с весами, тоже, конечно, все очень просты. Весы не надо передвигать. Каждый раз, когда вы это делаете на свой страх и риск ради своего удобства, скорее всего, вы нарушаете не только себе, а другим вашим коллегам по лаборатории точность того, что они будут делать. Ну, это, наверное, нехорошо. Весы, поставленные один раз специалистам, стоят на соответствующей подложке, дергать их куда-то, переносить не стоит. Ну, естественно, что есть обстоятельства. Для вас всегда существуют старшие товарищи, которые помогут вам с этим обойтись. Не надо никаким другим образом передавать вибрацию на весы. Весы, с которыми вы работаете, опять же, вот эти 0,1 миллиграмма, они очень точны. Они почувствуют то, что вы случайно сместили пендорф в чашке весов, почувствуют, что кто-то рядом сел на стул, если весы не стоят на каком-то очень-очень надежном столике. Опять же, задача взвешивания 0,1 миллиграмма, там, одного миллиграмма, поверьте, она не такая редкая. Реактивы дорогие. Один миллиграмм это важно. А ошибиться там на пол миллиграмма очень легко, не соблюдая вот эти совершенно элементарные правила. Ну, и отсюда все кризисы воспроизводимости экспериментов, все неправильно поставленные, ошибки и так далее. один из источников. В течение вашего работы с весами не должно происходить драматическое изменение температур. Процедура, в принципе, должна быть очень быстрая, достаточно быстрая, потому что и все реактивы, скажем, которые вы достали из холодильника или которые просто стоят, не любят, чтобы открывали банки, чтобы там воздух попадал. Вы всегда стараетесь сделать это быстро и автоматически решаете следующую проблему, не должна изменяться температура в процессе того, как вы происходит ваше завешивание. Что совсем избит истины, которые вы все знаете? Ну, я согласен, это не повод, конечно, думать, что вы ничего этого не знаете, но другое дело, что, как показывает практика, человек, сидящий на лекции, прекрасно понимает, о чем идет речь, но заходящий в лабораторию вот вдруг почему-то одно за другим начинает забывать, нарушать какие-то правила, что-то ему непонятно и так далее. Поэтому повторение мать учения, повторяем все, что и так вы знаете и надеемся на ваше взаимопонимание. Но опять же, человек, который понимает правила с работы с весами, даже не надо, наверное, отдельно об этом говорить, способен снискать благоволение своего научного руководителя уж только этим. Навыки простой работы в лаборатории весы, пипетки, PH, метр, буферы, они как раз и подчеркивают уровень человека, который этим занимается. И, естественно, надлежащее выполнение этих практик очень нравится вашим научным руководителям. Еще, вот, казалось бы, самая неожиданная вещь, которая, тем не менее, встречается регулярно, оставить просыпанные реактивы на столике или на чашке весов. Но это абсолютно неприемлемо. Если это случилось, конечно, надо сказать, что это случилось и максимально подготовленным образом, соответствующим качеству реактива, который был просыпан или пролит, убрать все это как можно дальше от весов. В конструкциях современных весов используются электромагниты, но это значит, что никаких магнитов рядом быть не должно. И подходить, отходить, это более чем на миллиграммы изменит ваше значение, это совершенно не должно никак происходить. Но вы знаете, наверное, вы этого делать не будете. Гораздо большие проблемы в работе и в понимании механизма работы, ну с весами тогда вроде как понятно, вызывают пашметры. Ну, конечно, углубляться, наверное, не наш сегодняшний профиль в устройстве пашметров, но работать с пашметром всем нам придется, проводить рутинные операции по поддержанию его работоспособности нам тоже всем придется. Конечно, какие-то вещи нужно знать, какие-то можно просто использовать как алгоритмы действия, ничего, конечно, сложного нет. Проблемы у пашметров очень часто бывают от ненадлежащего содержания электрода пашметра. Они сам принцип пашметрии заключается в том, что данный стеклянный электрод может выполнять вот эту функцию определения концентрации ионов водорода в растворе. При этом собственно эта часть прибора электрод как раз и соприкасается со всякими очень разными растворами и соответственно очень часто сам является хрупкой частью, чувствительной частью и подвержена загрязнением. В вашей рутинной практике ежедневной будет в том числе и регулярный осмотр, отмывка, чистка, электроды пашметра, проверка того, чтобы все работало нормально. В паспорте к прибору, к паспорте к электроду этого прибора указана процедура, которая как часто и какую именно процедуру нужно делать для калибровки пашметра. Пожалуйста, никто не должен этим пренебрегать. Это важно, это важнее, чем миллиграммы на самом деле. То есть получить погрешность можно даже в единице паш, а это порядки концентрации ионов водорода, что не может не влиять на любую химическую реакцию, почти на любую химическую реакцию, которую вы проводите в пробирке, практически на любой тест, на любой анализ, на любой раствор это обязательно повлияет. Пожалуйста, к пашметру особое пристальное внимание. Всегда перед тем, как вы начинаете измерение, электрод пашметра нужно с полосной дионизованной водой. Рядом с пашметром всегда стоит банк, который является вместилищем этой жидкости в разных лабораториях. Это может быть дистиллированная вода, дионизованная вода, вода хроматографическая. В зависимости от того, в каких растворах вы определяете паш и куда они потом пойдут. То есть уместно совершенно в воду хроматографического качества иметь рядом с пашметром, на котором вы готовите буферы для хроматографии. Например. Опять же, тот факт, что вы каждый раз перед определением паш, значение паш в вашем растворе промываете дионизованной водой, ни в коем случае не означает, что электроды можно хранить или долгое время держать в дионизованной воде. это везде во всех паспортах приборов написано, но мы еще раз с вами сверяем в компас, это действительно так, никогда раствор, который должен быть, в который должен быть опущен электрод, имплицитно и эксплицитно прописан производителем, это никогда не дионизованная вода, как правило, это буферный раствор PH4 или это, например, скажем, трехмалярный раствор хлорида калия или раствор хлорида калия насыщенный ионами серебра, что-нибудь такое, очень экзотическое с точки зрения вашей рутинной практики, но никогда не дионизованная вода. Производители, так вот, я посмотрев на разные модели, разные приборы, могу сказать, что, в принципе, производители рекомендуют и мне лично, как пользователю этого девайса, это удобнее, использовать химические, нежели какие-то другие методы очистки электродов. У нас дальше будет схема, по очистке. Вот если видно, что можно обойтись без щёточки, то лучше это сделать, в смысле, именно щёточкой не пользоваться. Если там губкой, ваткой, это неважно, лучше не пользоваться, лучше обойтись химическим способом, лучше всего ничем твёрдым к электроду не прикасаться. Опять же, это природа самого процесса определения концентрации ионов водорода, не надо этим пренебрегать, ничем лучше не касаться. Растворы практически любые, в зависимости от вашего электрода, но это действительно очень разные растворы, щёлочи, кислоты, высокие концентрации солей. И чем-то из этого, скорее всего, и в вашем конкретном случае, можно отмыть электрод па-метр. В любом электроде есть отверстие, которое обязательно должно быть чистым, через которое электрод сообщается с раствором, которым вы хотите определять па-ш. Оно может быть, например, забито солями, здесь легче всего отмывается, здесь нет никаких проблем, есть процедура на 5-10 минут поместить в 0-1 малярный аш-хлор в солярную кислоту, либо гидроксид натрия 0-1 малярный. Опять же, на электродах на ваших, скорее всего, будет написано, что нужно использовать. Но вот это два универсальных раствора. Они в подавляющем большинстве случаев, 95% с которыми вы встретитесь в путиной рабораторной практике, должны отмывать вам до чиста ваш электрод, вашего па-шметра. И руководство будет довольным. Опять же, еще некоторые люди рекомендуют некоторое нагревание до 50 градусов, но это тоже химический фактически такой активный химический способ очистки электрода вашего па-шметра. Что нужно, что не нужно делать с электродом? Еще раз, электрод па-шметра важная чувствительная штука. Несмотря на то, что он такой недорогой, это не значит, что от него зависит меньше, чем от вашего дорогущего осциллографа. От па-шметра зависит очень многое. Неоднократно, повторяю, второй раз за 30 минут эксперименты были заруинены из-за того, что экспериментатор не досужился проверить значение па-ш. Но естественно, что это будете не вы, потому что вы будете соблюдать все эти простые и, в общем, ни к кому не обременительные правила. Электрод па-шметра никогда не должен оставаться сухой. Это приводит и к накоплению солей в отверстии, через которые электрод па-шметра сообщается с внешним миром, и отложению солей с внутренней стороны, внутри этого прибора электрода. Я даже затрудняюсь сказать, как это все химически, физически происходит, но электроды, которые долго полежали в сухом месте, но не погруженными в жидкость, что мы считаем долго? Все, что вам нужно сделать, это перетащить электрод из одного буфера в другой, чтобы измерить па-ш, сколько-то секунд, что вам нужно, естественно, электрод переживает сухости, не надо здесь драматизировать, но оставить его на хранение на несколько часов, а тем более дней и так далее, без соответствующего омывающего раствора нельзя, электрод будет сломан. опять же, умельцы и энтузиасты могут утверждать, и у многих это получается, что они воскрешают погибшие высохшие электроды. Ну, это правда, но опять же, это не наша с вами судьба. Мы просто никогда не оставляем электроды в сухом виде, всегда ставим в буферные растворы, не переживаем при этом, что в процессе измерения нам пришлось несколько раз переносить из одного буфера в другой. За это время с электродом ничего плохого не случится. Вот здесь в явном виде прописано буфер PH4, как буфер для хранения электродов, но опять же, на своей практике я встречался, это очень распространенное решение буфер PH4 розового цвета по стандартам, но это не единственное. Есть хлорид калия, есть еще какие-то вещи, то есть, вы просто проконсультируйтесь с паспортом электрода, в котором отчетливо будет написано, конечно, какой буфер использовать и какой нежелательно использовать для того, чтобы хранить в нем электрод. Эмпирическое правило хорошего электрода, он выставляется и выходит на плату за 60 секунд. По своей практике могу сказать, что 60 это много, конечно. Хороший электрод выйдет у вас за 15 секунд на стационарное положение, на стационарное значение PH в буфере. Но здесь, естественно, не стоит обманываться. Если у вас в растворе идет какая-то химическая реакция или происходит нагревание, скажем, раствора, или растворение соли, которую не до конца вы растворили, то PH будет меняться и часами. Естественно, что если эти все параметры соблюдены и постоянны, то электрод выходит на оплату на постоянное значение показателей очень быстро. А вот если он выходит дольше 60 секунд, это уже для вас сигнальчик о том, что что-то пошло не так и надо бы сейчас нам этот электродик помыть, откалибровать, проконсультироваться с кем-то, кто это делал, попытаться выяснить, какие предыдущие растворы были на этом электроде измерены, действовать от этого в выборе схемы промывки и очистки электрода. в общем, для нас это сигнал о том, что электрод грязный и с этим надо что-то делать. Когда вы собираетесь калибровать, естественно, у вас есть какой-то набор буферов для калибровки и очень важно, чтобы все эти буферы были свежими, неиспользованными, если это покупной в банке, то на нем не должно быть, срок годности не должен быть истекшим. И вообще, в принципе, это не рекомендуется производителями снова использовать буферы для калибровки, если вы в них уже калибровали. Опять же, что вы можете сделать, вы можете, например, уже использованные буферами промывать просто ваш электрод при последующих калибровках. Но, пожалуйста, озаботьтесь, те, у кого с этим будет связана существенная часть экспериментальной практики, должны понимать какие-то буферные растворы, какие они должны быть, какие калибровки им надо ставить. Естественно, это имеется в виду, какие значения PH будут в ваших экспериментах, естественно, что там и должны быть как минимум там должны быть ваши буферы для калибровки. Ну, вот, это очень часто ускользающий от внимания младшего научного персонала вопрос, который, я надеюсь, все-таки у вас будет поставлен четко. PH-метр надо калибровать, калибровать надо достаточно часто. Производитель, опять же, пишет разные электроды, электроды гелевые, электроды жидкие, электроды твердые, это действительно большое разнообразие и примерно понятно, какое время нужно для того, что может пройти от калибровки до калибровки, и это никогда не больше трех месяцев. Опять же, если я не так хорошо знаком к ситуации, как думаю, возможно, полгода, но не сильно больше. Большинство электродов, с которыми вам придется иметь дело, и которые решают свои задачи в нашей рутинно-экспериментальной практике, требуют вот такой более-менее ежемесячной регулярной калибровки. Для этого каждый раз нужны свежие растворы и четкое понимание, что это нестекший срок годности, ну и так далее, качество этих растворов. Калибровка, которая проведена по одной точке, калибровка, как таковой, наверное, даже и не является. Это какая-то проверка работоспособности прибора в целом, но калибровкой будет называться то, что содержит как минимум две точки. В реальности мы так с вами представляем примерно область ваших научных интересов. Лучше всего делать калибровку по трем точкам, это по H4, по H7 и по H10. Здесь лежит в этом диапазоне большинство буферов, растворов, любых других, с которыми приходится иметь дело. Если растворы вне этого диапазона, то, как правило, можно ограничиться более грубым, скажем, методом капнуть на бумажку, посмотреть цвет с точностью до нескольких десятых PH. Бумажка вам ответит абсолютно правильно. Опять же, если вы делаете кислые и щелочные буферы, вы должны помнить о том, что на них влияние условий окружающей среды сказывается больше, чем на буферах нейтральных. Это, в принципе, свойство устройства этого мира, свойство устройства воды как таковой. При щелочных PH в воде начинает растворяться летающий углекислый газ. при любом смещении сильном от своей, ну, от PH7 начинают реализоваться различные растворенные там вами, даже не учтенные вами при растворении вещества, это все более значимо выражается в экстремальных диапазонах PH, больше 10, меньше 4. Но это, среди прочего, означает, что если ваша работа в силу особенностей связана с этими диапазонами PH, у вас на эти диапазоны обязательно должен быть свой калибратор, которым вы также регулярно как PH7 или PH4 пользуетесь при калибровке вашего PH-метра. Если опять же электроды немножко разные, но последовательность, в которой вы ставите буфер, она тоже играет значение, имеет место разный подход, и это тоже должно быть прописано в паспорте вашего электрода. Сначала ставим PH10, потом PH7, потом PH4, но это из головы я беру, то есть это все должно быть четко понятно и известно. Отдельное уточнение, видимо потому, что другие люди часто встречаются с этой проблемой. Не могу сказать, что последнее время это частая проблема, но тем не менее вот этот электрод должен быть погружен естественно в буфер. И более того, просто из хорошей лабораторной практики известно, что сантиметра два должна быть от рабочей части электрода стеклянной мембраны до поверхности буферов, в которые погружен электрод. И еще сантиметра два от поверхности буферов, в которые погружен электрод, до поверхности раствора референсного электролита, который налит в этот электрод. Но если, естественно, электрод содержит такой электролит, современные гелевые, например, его не содержат, он просто в матрице каким-то образом содержится уже эта соль. То есть надо понимать, что именно так устроена вот эта гидравлическая система, чтобы омывался нижняя часть электрода, при этом буферный раствор внутри электрода был на достаточно высоком уровне относительно уровня буфера. Опять же, для себя я достаточно при подготовке к лекциям обнаружил полезный совет. Люди советуют вместо единиц pH смотреть в милливольтах. Да, это справедливо, потому что все-таки это то, что определяет сенсор электрода. И как бы первичным, если вдруг, не дай бог, сломалась электронная голова вашего pH-метра, первичным, конечно, будет смотреть за милливольтами. На экране представлен как раз диапазон того, что мы можем, в принципе, увидеть, когда калибруем pH-метр по милливольтам. Ну и естественно, следующий пункт, это никогда не доверяем калибровкам, которые не входят в диапазон, доступный для данного электрода. Даже если электрод способен померить pH-14, а на нем написано, он работает до pH-13, естественно, что никакой pH-14 решить не может. Никто не может доверять этим данным. И, ну, то есть, несмотря на то, что прибор выдает какую-то физическую реальность, это со многими приборами происходит. Он так устроен, там, платы, электронные схемы, он всегда выдаст какой-то результат, какое-то число на экранчике, на табло. Это совершенно не всегда означает, что это осмысленный результат, что для этого прибора данный результат лежит в серии компетентности этого прибора, да, в зоне применимости или какими-то другими способами этому результату можно доверять. Я думаю, что вот здесь уже, конечно, в основном ваша жизненная опытность, но и некоторые рекомендации, конечно, тоже не помешают. Когда вы работаете с любым прибором, здесь pH-метр, а вообще флориметр или хроматограф, или еще что-нибудь, вы должны понимать, какой разброс параметров может быть на выходе. И, конечно, ориентироваться только на этот разброс. Если что-то появляется вне, то этому доверять нельзя. Несмотря на то, что вроде бы воспроизводимый прибор мигает одним и тем же числом на дисплее, все равно нельзя. Ну, это общая часть. Вот здесь мы еще раз прописываем, что всегда уровень электролита внутри электрода на 2 см выше уровня измеряемой жидкости. Ну, это тоже вот такая наша с вами бытовая гидростатика, чтобы в электроде жидкости было больше, чем в сосуде. Иначе начнется затекание из сосуда в электрод, что, конечно, недопустимо. И еще раз прописываем необходимость того, чтобы и электрод, сама его рабочая часть, и температурный сенсор, зачастую это в комплекте сразу, в современных приборах, в комплекте, было погружено на один и тот же уровень, в один и тот же раствор. Ну, вот теперь к растворам, которые необходимы. Ну, надеюсь, это не так часто в вашей практике, поэтому быстренько. Большинство случаев, опять же, это 0,1% гидроксид натрия, 0,1 малярная, простите, или 0,1 малярная соляная кислота, вот в подавляющем большинстве случаев справляются с задачей. То есть электрод стал медленно отвечать на 10 минут в 0,1 малярный H-хлор, потом промыли буфером по H4, тоже 10 минут, потом определяем наши буферы, и вот все возвращается, это чисто экспериментально, в основном так. Но, конечно, я понимаю, что бывают более сложные системы, растворы, и тогда может потребоваться больше извращенности для очистки этих электродов, в частности, вот по четырем пунктам. Общий раствор для очистки – это детергент, причем достаточно жестокий детергент, что может привести к тому, чтобы электрод загрязнился чем-то таким, что только детергентом отмывается. Ну, наверное, липиды, масла, сало, H-сало, если кто-то пробовал определить, наверное, проблема для тех, кто после него это будет делать с этим электродом, и отмывается – это детергент. Вот этот основной, основные растворы хлорида, гидроксида, натрия и соляной кислоты, они же применяются для, просто если мы видим визуальное отложение соли. Как правило, как раз это и есть основная причина какого-то отклонения от хорошей работы прибора, и вот она очень легко лечится вот этим 0,1-малярным ашхолом. Как наши буферы, как раз все физиологически примерно 150 мм соли, и рано или поздно отложения этой соли будут в виде следов белесок на вашем электроде, каким-то образом вы по-другому поймете, что соль вам все испортила. Ну, тогда вот 0,1-малярный ашхлор, 10 минут, 10 минут в буфере по H4, и дальше все нормально. В принципе, существуют системы, после которых необходимо отмывать электрод метанолом, но вполне тоже все процедуры здесь недолгие по времени, то есть это 10-15 минут. Больше, ну, то есть скорее всего не понадобится, но не протирать, да, без механики обходиться, а именно в буфере погрузить, вращать, если можно, ну, то есть перемешивать в это время буфер, желательно, но без механического воздействия. Если бывает, что забилось отверстие в электроде, ну, не знаю, насколько часто это встречается, но тогда мы можем просто раствор хлорида калия нагреть, и, в общем, то же самое отмывается. То есть это несложная для наших обычных случаев, несложная ситуация. Все это легко можно отмыть. Надо сказать, что, кстати говоря, вот специфичность электродов такова, что они могут, ну, вот водород, да, и немножко близкие к нему по свойствам натрия. И иногда, как бы это, конечно, относится к более старым моделям, некоторая чувствительность электрода, который PH-электрод, к ионам натрия, то есть мы добавили натрия, а не протонов, да, при этом PH, ну, знатоки-то знают, понизился. Да? В общем, не надо путать, и здесь, в общем, в явном виде написано, что берется гидроксид натрия, наверное, гидроксид калия, а не хуже. То же самое про хлорид, хлорид калия, вот это то, чем мы отмываем. Очень редкое в наших, по нашему времени, приложение, когда вы определяли PH в каком-то концентрированном растворе белка, ну, на самом деле, наверное, я просто плохо представляю реальности, наверное, такое бывает, все об этом пишут и говорят, что бывает в смысле. И отмывка, ну, отмывка, к счастью, простая, это 1% пепсин, вот пепсин, как уникальный фермент, мы все его хорошо знаем, работает как раз в 0-1 малярной соляной кислоте, и его 5 минут достаточно, чтобы все, что есть на поверхности электрода, белковой природы, конечно, расщепить, потом вы отмываетесь 10 минут буфером PH-4, потом электрод готов в дальнейшей работе. Вот следующее, прямо безотрывно воспринимаемое с PH-метрами, это пипетки. Это действительно проблемная зона для аспирантов, студентов, молодых сотрудников. Вот эти два устройства, ни PH-метр, ни пипетки не дают как-то спокойно работать людям, наверное, что-то в устройстве их не продумано. Очень часто встречается проблема, что у человека с пипетками что-то пошло не так. Ну, разные, конечно, ситуации, все это понятно, но в целом современная пипетка – это, конечно, устройство, которое служит в лаборатории много лет. Это никакая не одноразовая вещь, с ней надо аккуратно, бережно, ну, как, в общем-то, с приборами обращаться. Это прибор, из этого, может быть, надо исходить, строить свое отношение к нему. Ну, во время своей работы, просто по долгу службы, пипетка, конечно, подвергается парам жидкостей, каким-то соприкосновениям с чем-то неблагоприятным. И, естественно, от этого происходит, и может происходить, и зачастую происходит какое-то ухудшение качества пипетки. Ну, можно об этом знать, то, что называется предупрежден, значит, вооружен, не пипетировать, никакие растворы, которые пипетку могут повредить. Ну, что мы про эти растворы можем сказать? Например, растворы летущие, да, где много органики. Растворы крепко-соленые, растворы крепко-щелочные, сильно кислые, все экстремумы, вот они очень плохо действуют на пипетку. В принципе, ну, в правилах пользования пипетки, опять же, вы можете проконсультироваться с паспортом этого изделия. Написано, что и как можно. И вот проблема с пипетками зачастую с тем, что люди не знают, какие реактивы, как они, причем небрежно, пипетировали, дозировали пипеткой. Ну, а от этого потом пошли проблемы. Сколько от пипеток загрязненных пошло контоминаций и сколько потом было часов потрачено, это тоже, конечно, отдельная песня. Это очень важный момент, особенно, когда в лаборатории люди приходят и не постоянно, а так время от времени пользуются пипетками. Нету каких-то, нет ограничений, что вот эта пипетка для одного дела, вот эта для другого, нет ограничений по людям, которые используют это или это. И вот на такой, на фоне этой бесхозяйственности, процветает разгильдейство и очень часто пипетки выходят из строя. Ну, это ладно бы вышло из строя. Пипетка при этом заруинила еще какой-нибудь эксперимент. Вам или вашему товарищу, или вашему старшему товарищу, который потом расстроится сильно. Конечно, вы должны следить, что мы делаем с пипетками. Внешне пипетки нужно, в общем-то, протирать до чистоты после того, как вы ими поработали. И хорошими растворами для этой очистки и промывки являются 70% этанол или 60% изопропанол. В зависимости от специфики лаборатории, это может быть, скажем, 0-1% детергент СДС, ДДСУ, сульфат натрия. Ну, вот это уже специальные случаи какие-то. В целом, просто разбавленный спирт для того, чтобы вот после вы поработали и остались какие-то следы, снаружи пипетки, 70% спирт поможет вам эти следы удалить и, скорее всего, дальше будет без каких-либо проблем функционировать ваш девайс. Бывает, что в современном многообразии аспиранту сложно сориентироваться, какой же наконечник подходит к данной конкретной пипетке. Действительно, они не все идеально друг другу подходят. Ну и не надо просто пытаться засунуть пипетку в наконечник, который вот с первой попытки в нее не попал. Это, скорее всего, не подходит и просто не надо дальше этим заниматься. Найдите другой вариант. Наконечники бывают с фильтром, тогда внутренний объем наконечника ограничен. Естественно, тогда еще более четко стоит выбор пипетки, подходящий под данный конкретный наконечник. Даже если вы все-таки натянули наконечник, на пипетку, который для этого не был предназначен, готовьтесь, что у вас там погнулся конус выходной или снизилась адгезия пластика или еще что-нибудь. Это дело нехорошее. Лучше так не делать. Ошибка, которая встречается очень часто и просто даже у опытных сотрудников с пипетком, когда в ней уже жидкость, ну в наконечнике, конечно, пипетке уже жидкость, может быть не просто, не должна быть перевернута. Она, в принципе, должна быть вертикальна. Отклонение от вертикали, ну мы дальше там это будет более подробно, 30-45 градусов. Это влияет и на точность дозирования, то есть на выполнение пипеткой своих прямых обязанностей, но это влияет и на сохранность пипетки. Если вы наклоняете больше, жидкость из наконечника может залиться в структуру пипетки, необратимо повредить оною. Для современной лаборатории для пипеток свои места, в данном случае для пипеток это холдер пипеточный, то есть держатель, он или индивидуальный, или там скажем карусель на 6 пипеток более-менее одинаковых, лучше держать пипетки там. Ну это и так понятно, это в таком виде производитель их хранит, в таком виде они калибруются, в таком виде потом выдают правильный результат. Если вы их как-то по-другому хранили, никто уже не отвечает за точность выполняемых вами работ, что, конечно, печально. И надо обязательно проводить регулярный профтехметосмотр пипетки и ее починку. Современные девайсы очень простые в использовании, имеется в виду не только использование как по прямому назначению, но и для того, чтобы их смазать, не надо никаких навыков, не надо специального сервисмена, надо самому взять пробирку со смазкой, которая в комплекте к этой пипетке, ключ, в котором разбирается пипетка, который тоже в комплекте к ней, разобрать, смазать все, как рекомендовано производителям. Там всегда только одно слабое место, это вот О-ринг, так называемый, то есть колечко в виде буквы О, ну колечко резиновое, которое надето на поршни и где-то там рядом для создания вакуума и, ну не вакуума, разрежения и гладкого хода нанесена смазка. И все дальше, остальные части только механические. Естественно, что после того, как вы забрали пипеточку, почему вы вдруг решили ее разобрать, да? Ну, стало врать или стало оттуда что-то капать, не то. То есть, ну явная причина, да? Сразу же надо разбирать. Если механическая какая-то грязь, ну там пластик достаточно прочный в современных пипетках, значит, чем-то типа ершика почистили и помыли химически. Здесь, да, 70% спирт или 60% пропанол, изопропанол, вот звучат очень хорошо в этой ситуации. Протерли насухо системами, вот то, что называется, безворсовые салфетки, да, вот что-то такое. Но это тоже распространенная очень вещь. Не надо туда ватой, конечно, салфетками обычными, потому что останутся ворсинки, которые потом просто частью целлюлозы в них содержащие станет частью ваших растворов потенциального в будущем. Это вот тоже, наверное, делать не надо. И вот, собственно, дальше смазка, смазка поршня и замена, если износилась кольца, которое создает вот всю, собственно, сложность работы пипетки, всю механику. Это под силу каждому, и никто не должен этим пренебрегать. Но гораздо чаще, конечно, вы должны делать калибровку пипетки. Это даже не раз в три месяца и не раз в месяц. Это вот каждый раз, когда есть свободная минутка, раз в неделю, скажем, пипеточку надо откалибровать. Ну, если вы сильно уверены в том, что работаете хорошо, и многие годы вам она служит хорошо, ну, тогда действительно раз в несколько месяцев. Но это обязательная вещь, которой, к несчастью, многие пренебрегают. Калибровка, кстати, под калибровку пипеток есть стандарт ИСО, то есть, на самом деле, вполне себе серьезные люди подумали, как это делать, там и с математической точки зрения, как это надо сделать. Нужно как минимум серию из 10 измерений для трех объемов. Первый объем для пипетки, это всегда, один из этих трех, это всегда номинальный объем, то есть, для кубовой пипетки куб, для 200 микролитровой 200, для 5 кубовой 5 и так далее. А второй объем, это всегда 10% от номинального. Для 5 кубовой полкуба, для кубовой 100, ну, соответственно, если позволяет, собственно, эта пипетка. Бывают фиксированные, бывают не работающие в таком широком диапазоне. Но вот для этих двух, как минимум, попытайтесь сделать. И третий объем где-то посередине. Для каждого из них 10 измерений. Дальше посчитали ошибочку, сколько получилось, и сверились со спецификацией производителя. Должно удовлетворять. Ошибки в современных пипетках маленькие, конечно, это меньше процента. И в большинстве наших экспериментов это никак не сказывается на результатах. Я думаю, что сложно представить, чтобы так сильно сказалось. Но вот есть неприятные объемы, тем хуже измеряются, чем они меньше. То есть это вот в наших реальных случаях, в наших пипетках, пипетки 10 микролитров и меньше дают, конечно, ошибку больше. Ну, опять же, вы можете подобрать для своего случая какую-то там серию разведений или еще что-то, каким образом обойтись без таких маленьких объемов. Ну, например, очень часто нужно антитела добавлять в микролитровых количествах к своим растворам каким-то. Вам без микролитровой пипетки не обойтись. Но помните, что она самая неточная. И с ней ее калибровку как раз и ее верификацию там какую-то надо проводить чаще, чем с какими-то, с остальными вашими пипетками. Что, если вдруг случайно обнаружилась ошибка в пипетере? Ну, то есть дозируемый объем не совпадает с тем, что у вас накручено. Ну, протекает поршень или наконечник. Вы это все увидите. Если, конечно, пипетка побывала в какой-то экстремальной среде, и у нее, собственно, конус, на который надевается наконечник, подразрушен, это видно визуально. И, конечно, эта пипетка уже не подлежит восстановлению. Бывает, что этого не видно визуально. Тогда дело в пистоне, который внутри, вот в этом поршне, который давит пипетку, надо разобрать. Остатки старой смазки удалить, нанести новую. При необходимости заменить О-образное кольцо. Плохое прилегание наконечника, это как раз есть, наверное, следствие не совсем правильной организации. То есть неправильные наконечники используются для пипетки. Ну, бывает, к сожалению, такое. Поэтому тоже, если вы увидели, что с трудом пипетка попадает в этот наконечник, но вы меняете или наконечник, или пипетку. Ну, иначе вы испортите, скорее всего, и пипетку, и ваш эксперимент. Обязательно, когда вы завершаете операцию дозирования, назовем это так, вы на стенку сосудов, в которые вы переносите жидкость, обязательно выдавливаете остатки того, что есть в наконечнике. Ну, иначе следующее, последующее пипетирование может, ну, собственно, ошибаться вот на этом величину. Если вы пипетируете, ну, скажем, по долгу службы в разных помещениях, в разной температуре, да, в разной влажности, это объективный источник ошибки для пипетки. Здесь не стоит ничего искать, надо избегать таких ситуаций, когда, ну, это общее, наверное, то, что вы понимаете. Не надо пипетировать горячие и очень холодные жидкости, нельзя пипетировать очень вязкие жидкости, нельзя работать в условиях повышенной влажности, повышенной температуры. Это, в первую очередь, плохо, собственно, для вашего эксперимента. Тогда пипетка вот эта, волюметрические, любые другие приборы, устройства, девайсы, работают не точно. Ну, в смысле, на них надо, на влажность, на температуру, на все нужно делать свои поправки. И если вы этого не делаете, вы, ну, вы ошибаетесь. И это может быть, ну, для каких-то, наверное, приложений важно. Чтобы этого не делать, конечно, работаем в сухих проветриваемых помещениях при температуре около 20, тогда пипетки долго и воспроизводимо служат. Все производители говорят о том, что цикл пипетирования должен состоять из одинаковых по времени частей. Но это значит просто в нашем бытовом понимании рука у человека должна быть набита. С набитой рукой у вас никаких проблем в воспроизводимом пипетировании не будет. Просто некоторое время, видимо, уйдет на то, чтобы эту руку обучить. На этом этапе как раз более важна для вас калибровка пипеток, правильное держание пипеток, правильные наконечники, ну и так далее. И, собственно, скорость, которую вы пипетируете, очень быстрая или очень медленная, это, конечно, источник ошибки в пипетируемых и выдозированных объемах. Здесь четко просто в виде таблички собрано то, что мы с вами уже проговорили. Опять же, у нас, если пипетка протекает, ну вот вы набрали, да, наконечник, а он не держит, а капает, то вот причины это, конечно, неправильно подобранный наконечник. Первая вроде как причина. Если разрушенная внешняя поверхность пипетки, он неправильно сидит, наконечник неправильно сидит на пипетке. Возможно, загрязненный или уже даже прожаревший поршень, который внутри, он, как правило, металлический, и это реальная проблема, когда пипетируют люди. Ну, растворы, любые растворы хлоридов, да, или галогенидов, как мы их называем, любых других, конечно, с металлами ничего хорошего не происходит, портятся, ржавеют металлы, поршни металлические. Надо принимать меры, разбирать, смазывать. И есть еще кольцо, которое, собственно, создает определенный вакуум разрежения воздуха. Ну, оно может быть порвано или изношено, тоже из-за этого пипетка протекает. То есть, видели, что пипетка начала течь, проинспектировали внешнюю часть конус пипетки, без механических повреждений, химических вытравливаний. Следующим этапом проверили, те ли мы взяли наконечники. Потом ничего не остается, разбираем и смазываем пипетку. Неожиданный случай, но тоже бывает, когда пипетка не набирает. И, ну, не сливает, не набирает. Это означает, что просто внутрь наконечника, внутрь конуса пипетки попал какой-то материал, высох там и забил просто вот этот канал. Разбираем тогда и легкими механическими действиями этот канал прочищаем. Тоже ничего сложного, но, конечно, изумление. Насколько, вроде как, опытные люди с какими-то, в общем-то, амбициозными планами на жизнь, насколько часто они допускают вот такие ошибки, как какая-то грязь внутри пипетки, прожаревшие поршень, неправильные объемы и так далее. Но вот просто за этим надо следить, и, наверное, этого не будет. Если не точно работает пипетка, то, как правило, кроме того, что уже мы проговорили повреждения, то это, собственно, опыт и техника работы пипетирующего человека. Здесь тоже нечего переживать. Опыт, который вам придет, он от вас никуда не уйдет. Просто надо, видимо, набраться терпения и стараться делать все операции, которые вы делаете с пипеткой, наиболее воспроизводимо. Тоже, вот, к сожалению, не всегда это встречается, даже вроде как уже у опытных людей. И бывает, что пипетке нельзя верить указателю. То есть там на каждой пипетке накручено в соответствующем счетчике какой там объем. Да, но бывает, что нельзя этому верить. Это тоже устанавливается достаточно просто. Ну, скручено то, что называется, скручена головка пипетки, скручен этот счетчик. И пипетка, наверное, в наших условиях должна быть просто заменена. Вряд ли это так можно легко отремонтировать. Ну, если только на максимальном объеме неисправность, то здесь понятно, здесь надо менять прокладку, которая внутри в конструкции предусмотрена. Вы все это увидите, когда разберете. А вот, собственно, выдержка из стандарта ИСО, Института организации по стандартизации измерений, как нужно работать с пипеткой. Пусть вас не обижает то, что я в таком явном виде это здесь привожу. Я не сомневаюсь, что, в принципе, все знают. Но вот так, когда написано, как показывает практика, все-таки потом как-то это еще раз в голове укладывается. И, наверное, потом становится все лучше и лучше. Результаты лучше, статьи престижнее, грантов больше, студентов больше. Вообще жизнь удалась. Держим пипетку всегда вертикально, когда отбираем. Ну, на самом деле вертикально это что? Но отклонение 15 градусов, конечно, это вертикально. Да, в данном контексте. Наконечник всегда должен быть под 2-3 миллиметра под поверхностью жидкости. И чем он глубже или чем он меньше, то это ошибка. По-хорошему, в самом хорошем случае, в принципе, в процессе набирания жидкости из Эппендорфа все время наконечник должен быть на 2-3 миллиметра под поверхностью. Наверное, это довольно сложно. Поэтому делаем медленно и хотя бы там рывками по 2-3-5 миллиметров пытаемся все-таки это правило соблюдать. Когда вы, что бы то ни было, набираете в пипетку, то вообще все, воду, любой раствор, имеет смысл три раза пропипетировать это просто в сосуде, в котором это находится. Это смачивает внутреннюю поверхность наконечника и делает, собственно, дальнейшее пипетирование воспроизводимым и по объему точным, идентичным тому, что вы накрутили и что бы вы хотели. Наконечники, как правило, сейчас это полипропилен. Он, конечно, гидрофобный. Ну, из нефти делается. И ему, конечно, вот этой операции именно необходимо. Иначе несмоченная поверхность в процессе вашего пипетирования она начнет смачиваться, но это изменит ваши результаты. Вот это абсолютно воспроизводимая пауза для одна секунда после того, как вы набрали, то есть остановиться и дать раствору окончательно затечь в наконечник, она тоже необходима. Но это вот уже скорее к навыкам относится. Но, конечно, просто имейте в виду, что это, еще раз напомню, стандарт ИСО, который подразумевает в принципе практически определение пипетирования. Вот так оно должно происходить. Когда мы выливаем из пипетки в сосуд дозируемую жидкость, наклонить пипетку можно под углом 30-45 градусов. Обязательно нужно на стеночку сосуда прикоснуться наконечником и в процессе додавливания остатков двигать пипетку наверх в течение 10-15 миллиметров. Это не всегда возможно в Эппендорфах. Но вот как какое-то флажку мы дозируем всего 8 миллиметров глубина, всегда стараемся оставить последнюю капельку на стеночке внутри сосуда легким движением вовне. И всегда надо стараться быть движением плавным и последовательным. Никакой порывчатости конечно здесь не приветствуется. Опять же из другой главы этого ISO выдержки пипетка может работать прямой или обратный режим пипетирования. Вы должны правильно выбрать в зависимости от природы жидкости с которой вы будете работать. Но кроме того и откалибровать пипетку по той процедуре про которую мы уже говорили нужно именно в том режиме в котором вы будете работать. Ну конечно обратное пипетирование это пипетирование для вязких жидкостей. Здесь никакой сложности если у вас в практике предстоят полиэтиленгликоли глицерины полиэтиленамины дегстраны и так далее вы работаете с обратным пипетированием и наверное у вас тоже никаких проблем нет. Но естественно откалибровались вы тоже в обратном пипетировании. Наконечники но сейчас это уже наверное для нас ни для кого не проблема. Раньше просто техника производства наконечников не была столь совершенно ну как сейчас и сейчас это не идеально. Но все равно тогда попадались и кривые наконечники и какие-то вот искажения в форме отклонения от идеальной формы. И это ну сказывалось конечно на пипетировании. Сейчас практически все очень унифицировано и наверное вы с этой ошибкой не встретитесь. Единственное о чем мы уже говорили конечно каждой пипетке должны быть вы должны знать спектр наконечников которые для нее применимы. Это последнее правило оно очень логичное вот просто исходя из принципов как работает пипетка надо как можно меньше места оставлять внутри наконечника ну и соответственно пипетка должна работать в максимуме примерно в максимуме объема лучше всего пипетка скажем так лучше всего пипетка работает в максимуме объема на который она рассчитана. кубовая лучше всего работает на куб пятикубовая на 5 а 200 микролитровая кто скажет ну хорошо будем считать что я расслышал правильно 200 микролитров конечно но это не значит что естественно вы как-то не можете использовать но помните про правила для этого вы и калибруетесь на номинальном объеме на кубе и на 10 процентах от номинального на 100 микролитров на кубовой пипетке именно поэтому вы и знаете насколько ваша пипетка врет там и там на кубе минимальная по идее должна быть теперь мы аккуратно закончили с той частью которая касается общих техник и практик человека который впервые зашел в лабораторию и наверное дальше сосредоточимся на самой большой группе соединений которые интересуют людей которые приходят собственно в биохимическую лабораторию это белки дальше уже методы по крайней мере в моем прочтении и изложении это методы исследования белков это то чем я предпочитаю заниматься на завтрак обед и ужин и то что вам будет полезно знать если вы будете заниматься чем-то похожим конечно я не хочу здесь сказать что нуклеиновые кислоты или не дай бог жиры или сахара чем-то вдруг не угодили биохимии ну конечно нет естественно здесь свои обстоятельства которые определяют в данной конкретной физиологической биохимической задачи чем конкретно вы будете заниматься будут среди вас люди которые занимаются нуклеиновыми кислотами таких сейчас кстати больше чем остальных возможно будут жиры сахара и так далее но основная работа на мой взгляд проводится с белками и в целом по отрасли так скажем исследование белков это более востребованная профессия может быть и с этой точки зрения вам тоже стоит на это взглянуть эти навыки то есть скажем так описание того что будет дальше находится практически в каждой статье журнала по вашему профилю то есть то что мы будем говорить это электрофорес хроматография иммунохимические методы ну невозможно переоценить насколько они востребованы именно по отношению к белкам насколько часто они встречаются во всех публикациях насколько часто вы будете в своих статьях об этом писать даже несмотря на то что конкретно ваши руки будут измерять электрические потенциалы скажем ваши товарищи все равно будут делать какие-то форезы какие-то прецепитации иммуноферментные анализы и все равно для того чтобы наука была цельной воспринимаемой все равно в ваших статьях будет и вот эта вот белковая работа ну вот собственно я еще раз здесь немножко вернулся к тому с чего мы начинали вы как исследователь и вы как рецензент статей которые к вам уже в ближайшее время начнут поступать на рецензию должны все-таки мне кажется должны быть в курсе вот этих вот всех вещей хотя бы на том уровне про который мы сейчас говорим то есть это не работа с белками вот те методы которые дальше будут изложены неотъемлемая часть и ну как минимум хороший тон и как максимум ваше конкурентное преимущество в борьбе за выживание знание этих методов вот эта выдержка из хорошей книжки Альбертса Малекова Байлоджа в засел очень известная многократно переиздававшаяся в том числе на русском языке почему ну может быть начало не оттуда а вот эти пункты оттуда то есть почему белки так важны и просто некоторые количественные характеристики почему белки представляют собой большую часть сухой массы клетки но это 70% то есть 70% это водица а остальные 70% от сухого это белки это практически без исключения ну конечно естественно что там в яйце там желток допустим соотношение не такое но в целом особенно ну вот если в частности перейдем на клетки мозга это так и для вас конечно исследование белка вот это исследование наиболее представленной в мозге молекул ну класса молекул они белки являются не только строительными блоками клетки они выполняют большинство подавляющее большинство всех клеточных функций первое белки и практически только белки являются ферментами которые собственно обеспечивают всю сложность молекулярной организации живого отличие живого от неживого все процессы в том числе адаптация выживания размножения это ферменты а ферменты это как правило белки белки содержащиеся в плазматическом мембране клетки составляют по массе опять же ну не меньше половины они формируют каналы насосы рецепторы для других белков или низкомолекулярных веществ то чем занимается скажем нейрофизиология вполне сенсорная физиология то о чем вы будете слушать в дальнейшем молекулярная основа всех этих функций рецепции сигналинга адаптации это белковые молекулы как правило в виде насосов каналов рецепторов в мембране клетки собственно сами белки и во многих случаях являются переносчиками сигнала от клетки клетки ну это белковые гормоны это какие-то питательные вещества какой-то другой сигнелинг вот в этом смысле свободно плавающие белки это тоже отдельный предмет для интереса молекулярные машины да это тоже белки все что двигается в клетке ну мы знаем мышечные клетки например это белки моторы все которые это двигают они двигают это по белковым скелетам белковые моторы и двигают белковые молекулы или белковые органеллы то есть тоже невозможно переоценить множество других специальных классов белков которые в принципе вообще могут составить всю научную жизнь человека и которые здесь я до сих пор не упомянул это тоже белки то есть например антитела например токсины например гормоны и так далее белки зеленый флуоресцентный белок который сам по себе может служить предметом научного интереса исследований конкретного человека ну то есть здесь все что я хотел показать это огромную востребованность белков как экспериментального объекта в современном мире в современной молекулярной физиологии молекулярной психиатрии без этого вы не обойдетесь а методы которые дальше будут изложены они как раз вот такое ядро того что сделают делают с белками в лабораториях если уж мы беремся работать с белками то надо бы знать некоторые правила которые общие так скажем правила в частности они могут отличаться в ваших специальных случаях но в целом эти правила нужно помнить и соблюдать при работе с белками здесь правила специфические в основном белковые то есть те кто из вас будут заниматься ну скажем глиновыми кислотами будут иметь другой набор правил для работы с своим биологическим объектом термическая денатурация белки как правило из белков есть прекрасные исключения которые не чувствительны к температуре но именно смотрятся как исключение из общего правила вообще белки конечно чувствительны к температуре повышение температуры особенно в неблагоприятных для этого условиях вызывает денатурацию белка и если вы впоследствии хотите посмотреть функциональную активность этого белка его взаимодействие с другими белками взаимодействие рецептора с гормонами и так далее у вас не получится потому что термическая денатурация температурная скорее всего необратимо разрушила вот ту основу для белок белковых или белок скажем низкомолекулярных белок муклиновых взаимодействий вот поэтому то что мы уже говорили биохимические растворы белки очень часто мы держим на льду надо про это помнить храним в холодильниках и в морозильниках нам допустим при добавлении глицерина чтобы это не замерзло если это нужно есть более экзотические способы хранения предотвращения термической денатурации но основные мы с вами проговорили и еще один фактор который которому способствует сниженная температура это конечно снижение активности протеаз здесь они по-доброму по-гречески названы эндопептидазами но это протеазы которые вот на наш трепсин желудочный трепсин кишечный множество множество других их очень много протеазы это инструмент такой же эволюционной гонки между разными организмами они помогают живым организмам съедать другие живые организмы протеаз много и ну то есть представить это может быть сложно в геноме человека ну что-то 500 наверное протеаз вот так это один из самых а может и самый широко представленный класс белков ну наверное же белков больше и они все уникальны по специфичности протеазы но их профессия они расщепляют белки на составляющие части вплоть до аминокислот и конечно если вы хотите исследовать функциональное значение функциональную активность своего белка фермента рецептора вам нужно всячески оберегаться от этих протеаз вот здесь понижение температуры это еще и понижение активности протеаз и сохранение вашего белка в нативной форме если работа подразумевает что-то более сложное например с микроорганизмами то пониженная температура это еще и ингибирование роста микроорганизмов вода вода это очень много для нормальной организации работы биохимической лаборатории вода и засунутый в нее пашметр составляют основу того с чем вы будете работать в лаборатории все буферные растворы на воде все свои химические эксперименты как правило наверное в наших условиях всегда на воде поэтому вода качество воды это для нас неотъемлемый атрибут нормальной лаборатории мы уже знаем что вода бывает из-под крана для там скажем промывки каких-то внешних частей приборов бывает дионизированная бывает дистиллированная бывает вода разного качества каждый из вас наверное должен представлять какая вода нужна ему для эксперимента ее использовать знать как она получается и ну в общем пользоваться этим знанием для приготовления буферных растворов но приготовление буферных растворов естественно это практически эксклюзивная на что идет вода мы не работаем с белками чистой воде как правило то есть всегда это буферный раствор буферный раствор должен держать постоянное значение паш должен паш этот не должен сильно зависеть от температуры ну скажем от 4 градусов или от 0 градусов замерзшего белка до 20 градусов при котором мы начинаем с ним работать кроме того должно быть состояние белка нативное поэтому буферный раствор в эту воду мы добавляем какие-то другие ингредиенты ну опять же от чего можно отталкиваться 150 миллимоль соли изотонический раствор вот наверное большинство буферов примерно от этого и должно ну как-то примерно с этим согласуется хотя не знаю как в целом по отрасли может быть и менее малярные растворы более востребованы детергенты и мыло ну то есть здесь как известно мыло нужно только в бане для белков это необратимый способ денатурировать каким-то образом разрушить нарушить структуру разъединить прекратить взаимодействие двух белков вот это оно если вы не подумав добавили в раствор большую концентрацию детергента то то что вы можете ожидать потерю активности вашего белка но это в случае если конечно вам функциональная активность вашего белка нужна наоборот в некоторых приложениях и про которые мы будем сегодня говорить денатурация белка обязательно тогда добавление детергента это простейший способ денатурировать белок и использовать его по какому своему специальному назначению здесь конечно я говорю об электрофорезе в денатурирующих условиях хорошо известны техники очень распространены в любых других случаях мы наверное стоит нам от белка в раствор белка от детергента воздерживать ну то есть маленькие концентрации неионных детергентов приветствуются например в растворах антител которые мы покупаем и которые стоят довольно недешево детергент препятствуют связыванию молекул антител со стенками сосудов в котором он находится то есть это достаточно благая задача но это все концентрации маленькие большая концентрация белок наш способен убить и еще мы здесь проговариваем о том что все например пинцеты скальпели с которыми мы работаем для того чтобы предотвратить денатурацию белка например при препарации ткани мы обязательно очищаем очищаем детергентов потом промываем спиртом потом высушим следующим агентом который может погубить нам белок являются тяжелые металлы они в очень маленьких количествах зачастую недетектируемых простыми методами способны уже ну вот речь идет о свинце ртути и некоторых других могут очень быстро денатурировать инактивировать наш белок вот к сожалению откуда могут взяться эти металлы наверное из воды или из соли который с помощью которой мы приготовили наш буфер на росток это нас адресует к предыдущим пунктам вода должна быть вы должны знать качество своей воды с которой работаете устройство девайса который вам это предоставляет и по максимальной возможности знать какие там могут быть примеси то же самое относится к солям скажем хорошо используемым широко используемым фосфатом хлоридом сахарозе или чему-то что вы рутинно используете своей практики то же самое относится то же самое как детергентом в меньшей степени применимо к органическим растворителям как правило они несовместимы ни с какими задачами по белку белок в органических растворителях сразу-сразу теряет свою нативную форму свои функциональные качества и зачастую выпадает вассалик может быть по этому применению органические растворители очень вам и пригодятся но в целом для белков они вредны недооцениваемая многими воздействие на белок оказывает воздух просто воздух кислород воздуха способен окислить очень много сделать неприятного вам в вашей работе если вы невозбранно давать контактировать в раствору белка с воздухом белок конечно денатурирует это особенно происходит это видно когда вы например интенсивно пипетируете раствор белка вы тем самым вносите внутрь раствора воздух этого делать не надо эта техника техника пипетирования кроме прочего должна быть нацелена и на сохранность вашего образца нельзя туда много воздуха если если уж так избежать этого невозможно то есть вещества они перечислены меркаптэтанол гултатион дитилтритол они несут на себе свободные SH группы которые являются мишенью для окисления в случаях остального окисления это тоже верно не только они берут на себя основной удар и окисленные белки способны вот этими агентами быть восстановлены ну то есть мы это то что мы понемножку добавляем ну там скажем 1-10 миллимоль концентрации в наш буферный раствор образование пены это еще одно побочное явление от интенсивного пипетирования здесь оно в отдельный пункт вынесено но в принципе наверное понятно что не надо вносить так много в раствор чтобы он начал пениться а белки они именно склонны к образованию и вот если вы так будете делать то скорее всего раствор в раствор белка белок потеряет свои свойства какие-то свою функциональную активность иногда бывает что в растворах белка поселяются какие-то чужие организмы к сожалению в моей практике это регулярно это полностью избавиться от этого нельзя надо стараться максимально чисто работать фильтровать растворы посуду обрабатывать вот скажем 70% изопропанолом надевать перчатки ну и так далее но в целом вот в долговременной перспективе я скажу что бактериальный зарост ну в общем это для некоторых белковых растворов это неизбежность вопрос насколько вы сможете далеко ее отставить хорошо отфильтрованный раствор конечно будет месяцами стоять у вас в холодильнике но вот если вы не позаботились о чистоте рук и перчаток когда этот раствор готовили то может быть три дня и все к сожалению да вот это в тех условиях нестерильного бокса в которых мы очень часто ставим эксперименты с белком это это происходит паш как неотъемлемый конечно фактор всегда входит в от него зависит активность белков функциональные взаимодействия много много всегда нужно помнить о том паши в котором данный белок будет хорошо сохранен и о том паши в котором белок будет работать это необязательно совпадающие вещи то есть хранить можно тот же трипсин в 0-1 малярной соляной кислоте а работать он будет в 100 мм 3 с паш 8 но именно в этом то все и заключается нужно экспериментатору узнать при каком паше в каких условиях данный белок будет сохранен при каких он будет проявлять свою активность а при каких он будет разрушен для сохранения паш конечно у нас есть буферные растворы мы собственно ради этого и и делаем все паш метрия для этого буферных растворов у вас на полке лаборатории достаточно много современный рынок и современные возможности предлагают очень много вариантов распространенные конечно растворы типа треса в сэпк близкой к семерке восьмерке вот это то что вам предстоит наверное наиболее часто использовать в этом контексте теперь к более хотелось бы уже наверное перейти к более специальным методам исследования ну они опять же не столько специально для белков просто мои приложения и в основном то что я озвучиваю оно белковое кто-то наверняка уже сейчас только начиная свою научную карьеру по нуклеиновым кислотам скажем знает больше меня в приложении к этим ничего это очень хорошо если вы знаете по другим приложениям у меня приложение в основном белковое но приветствуется и другое широкое понимание всех этих областей то есть там от органел липидов сахаров нуклеиновых кислот до чего-то совсем экзотичного с чем мы не сталкиваемся спектроскопия это самый востребованный наверное по возрасту самый-самый старший метод которым пользуются в лаборатории очень востребован и сейчас конечно мы дальше будем обсуждать преимущества недостатки недостатков тоже много и в первую очередь конечно не такая высокая чувствительность многие современные методы уже давно опередили спектроскопию по чувствительности но это еще не все определяет потому что есть методы которые не требуют столь высокой чувствительности есть необходимость иногда в экспериментах очень высоко скоростных где спектроскопия тоже помогает и многие до сих пор преимущества спектроскопии тоже актуальны имеют место и в нашей области спектроскопия в принципе в видимой области света ограничивается законом Бейера он в хороших старых учебниках называется законом Бугера Ламберта Бера но это одно и то же это довольно опять же старая закономерность говорит она о том что когда мы через раствор какого-то вещества пропускаем свет этот свет ослабевает в зависимости от концентрации вещества ну вот математически это изложено в виде формулы а логарифм и 0 и где соответственно то что поглотилось это а это поглощение абсобанс то что прошло свет количество интенсивности света это т трансмитанс и выражается это вот этими формулами и 0 это интенсивность света который вышел из образца и 0 это который пошел в образец и тот который прошел вышел из образца и вот в образец он вошел и 0 в зависимости от концентрации вещества в образце ослабевал и вышел из образца с интенсивностью и если мы пролагарифнируем и 0 и мы получим поглощение самое наверное часто используемая характеристика веществ в этом отношении поглощение света раствором вещества и вот собственно закон звучит так вот это поглощение оно пропорционально концентрация вещества это буква С вот в формуле в последней длине оптического пути L здесь она обозначена и эпсилон эпсилон это характеристическая особенность вещества конечно есть вещества которые сильно поглощают свет которые слабо поглощают свет и в количественном выражении это поглощение одномолярного раствора ну то есть концентра если концентрация раствора 1 моль в литре а длина оптического пути 1 сантиметр то вот это наша константа эпсилон она равна поглощению этого раствора в наших приложениях белковых собственно эпсилон принимает значение от сотен до наверное сотен тысяч то есть вещества у которых эпсилон здесь подставьте до сотни там тысячу даже чтобы детектировать с помощью поглощения ну в 1 сантиметровой кивете нужны многие миллимоли а для каких-то веществ у которых поглощение сотни тысяч эпсилон для них наверное хватает и каких-то долей но в целом это как раз характеризует те концентрации с которыми мы можем работать с применением этого метода это миллимоли миллимоли или в зависимости от объекта может быть и поменьше но немножко поменьше здесь представлена картиночка наверное первая картинка в презентации по которой в принципе можно представить с какими длинными волн мы работаем для каких приложений для наших белковых то есть сами белки поглощают в ультрафиолете если вам нужно грубо оценить концентрацию белка в пробирке вот по предыдущему закону Булгера Пангарта Бера поглощение скажем на 280 нанометрах или на 215 нанометрах это очень частый самый простой наверняка метод определения концентрации белка опять же не только для белка это работает для многих других веществ тоже но вот белок наиболее частое приложение дальше свет по нарастания до инфракрасного который ну инфракрасный уже не так применим а все остальные света видимые они это конечно очень востребованные в современной науке в этой области длины волн потому что на каждой вот здесь они обозначены во всех этих диапазонах существуют вещества важные для биохимии которые там характеристически именно там поглощают свет то есть для нас это удобный способ разделять в смысле определять какое вещество одно или другое ну и также определять его концентрацию иметь я имею ввиду иметь у себя в арсенале прибор который может светить светом вот с разной длиной волны включая ультрафиолет и скажем там до 750 нанометров это очень полезно для того чтобы различать разные вещества которые у нас есть и определять их концентрацию здесь еще слева обозначена немножко схема оптического пути как это называется когда мы говорим про поглощение то понятно на одной прямой должны находиться источник и детектор света а вот если мы определяем флуоресцензию о которой сейчас будет речь то под углом как правило это 90 градусов как нарисовано внизу а если находится на одной прямой то это не флуоресцензия здесь вы можете уже и сами просто по визуальной конфигурации вдруг если что-то пошло не так определить как как это нужно поставить например если мы не определяем ну то есть если прибор не говорит нам на какой длине волны происходит измерение то вся эта техника будет называться фотометрией а прибор фотометрия ну тоже сейчас опять же не так дорого и не так сложно иметь более продвинутые приборы хотя для некоторых приложений фотометрия вполне нормально ну то есть скажем если у вас есть желание общего определение общей концентрации белка такой какой-то интегральной характеристики вашей то вам фотометр наверное на определенной длине волны очень даже будет достаточен и наверное адекватен спектрофотометрия это уже измерение света интенсивности до света на некоторых выбранных длинах вон они как раз в основном у нас используются ультрафиолетовые и видимые длины вон причем точность которой определяется длина волны это тоже еще вот отдельная задача дело в том что иногда может быть даже часто источник длины источник света определенной длины волны это фильтр через который проходит общий свет а выходит вот уже с определенной длиной волны это как раз наверное не определенная длина волны а это ширина какая-то вырезанная спектра полоска может быть шириной 40 нанометров например тогда вот этот источник спектрофотометр будет примерно одинаково можно считать светить вот на во всем этом диапазоне нескольких десятков нанометров то есть длина волны это не обязательно в данном случае просто одно число 550 возможно какой-то метод подразумевает что это от от 520 до 570 это вполне может быть это все равно будет спектрофотометрии все эти то же самое основано на законе на законе поглощения света в зависимости от концентрации растворенного вещества и собственно прибор то что делает и фотометр и спектрофотометр он определяет интенсивность света задает интенсивность которая входит в образец и измеряет то которое из образца вышло однако и это наверное надо помнить у этого закона есть исключение ну конечно как всегда не вдаваясь физические тонкости устройства этого мира этих растворов этого вещества можно сказать что что какие могут какие во-первых предположения должны выполняться выходящий свет должен быть одной длины волны тогда закон должен выполняться если у вас поглощает растворитель в котором растворен ваш белок скажем то конечно мы не вправе ожидать выполнения закона концентрация вещества в определенных пределах какие-то пределы будет немножко попозже но в целом мы помним что поглощение это десятичный логарифм отношения света входящего к исходящему и вот больше четырех порядков то есть больше чем в десяти тысяч раз отличия исходящего к входящему свету практически не встречается и оптимально то есть для большинства приборов наверное это просто прописано разница абсобанс должна быть не больше единицы то есть отношение интенсивности входящего света к интенсивности исходящего должно быть в десять раз не больше это вот наш это это наше поглощение то есть вот такой должен быть раствор ну и здесь отдельно прописано что не должно быть химической реакции то есть не должно быть в это время превращение конечно в пробирки но наверное это понятно что если мы светим и хотим определить концентрацию белка в этот момент не должно происходить каких-то реакций которые эту концентрацию изменяем изменяем теперь когда и вот собственно когда мы наблюдаем отклонение от этого закона это как раз иногда для молодого сотрудника может оказаться проблемой ну потому что вроде как непонятно как это что вдруг откуда это взялось мы привыкли как-то вот считать концентрацию белка вот так и так а здесь вот и ничего не определяется и совсем не те результаты получаются ну просто потому что закон этот применим тоже при только при определенных условиях и вот он когда не применим при слишком высоком поглощении если у нас высокое поглощение то что я говорю там выше единицы больше чем в 10 раз отношение интенсивности исходящего света к входящему то уже отклонение в линейности от этого закона всегда когда вы определяете концентрацию белка но очень часто по крайней мере меня это всегда встречается в исследуемых пробах разброс по концентрации белка больше чем на порядок если просто определять с помощью какого-нибудь оптического такого метода придется пробу в которой больше белка разводить до концентрации более приемлемых для того чтобы получать более правильный результат чтобы концентрация находились примерно в одном диапазоне иначе будет здесь еще немножко не об этом написано конечно о том что в принципе высокое поглощение это это плохо для раствора то есть мы всегда в этом случае разводим и от нас вот уже в купленном приборе скорее всего сделать ничего нельзя в нем уже стоит свой набор источник света детектор света и в паспорте прописано что он может а что не может делать и поэтому здесь в хорошем современном приборе можно ожидать что многие эти проблемы решены наверное но все равно высокое поглощение границы высокого поглощения есть для любого оптического прибора просто в современных она выше отдельно отмечается всеми рассеянное влияние рассеянного света если концентрация слишком велика или скажем у вас есть щель какая-то в кюветном отделении и попадает какой-то свет но естественно тогда у вас не будет выполняться этот закон поэтому еще и поэтому растворы надо разводить чтобы концентрация не была высокой еще раз концентрация высшей поглощения высшей единицы это уже плохо для математической точности и выполнения законов единицы и больше это плохо да ну в хорошем спектрофотометре рассеянный свет конечно все сделано чтобы его не было но это можно и проверить опять же для 915 нанометров это чисто практическое наблюдение у людей у которых стоит 215 нанометров это например еще и детектор хроматографический да но мы знаем что и белки там поглощают вот если вы определять концентрацию белка на 250 нанометрах собираетесь то эмпирическое правило поглощения не должно быть больше двух единиц но это что означает отношение интенсивности входящего света к исходящему сколько у нас составляет вопрос к аудитории какой-то очень умный голос сказал стоит абсолютно правильно давайте дальше это про еще про отклонение от закона бугер ламберт берра если в растворе такое бывает это реальная ситуация присутствует несколько хромофоров скажем несколько пигментов растений да одновременно несколько форм хлорофила и так далее но это не только конечно это к более широкому много разных хромофоров то закон не обязан совершенно выполняться он по отдельности выполняется для каждого из этих растворенных веществ да вот при условии невысокой концентрации но в их смеси не стоит ожидать что у вас одновременно можно на двух длинах волны двух длинах волн определить концентрацию двух веществ одновременно в пробирке скорее ну в кювете скорее надо делать два разных эксперимента в одном одно вещество в другом другое ну и иначе вы можете получить некоторые отклонения от линейности в выполнении этого закона ну и некорректное определение концентрации ведь мы же для определения концентрации этот закон используем для вот таких случаев закон не применим если ну опять же мне кажется это более-менее очевидно если происходит реакция не закончена происходит образование потребление какого-то поглощающего вещества то конечно мы не можем здесь сказать про выполнение закона и в принципе вообще непонятно как его применять конечно мы дожидаемся когда ситуация станет стационарной когда реакция вся пройдет там скажем образуется хромофор или исчезнет хромофор или еще ну дать дадим время мы должны знать особенности системы с которой работаем и только тогда определять уже концентрацию белка и применять для концентрации закона Букер-Ломерта вот у нас здесь немножко буквально три вещества будет перечислено которые часто встречающиеся аналиты то есть то что концентрацию чего мы будем определять с помощью спектрофотометрии аминокислоты и белки поглощение определяется в ультрафиолетовом регионе в ультрафиолетовой области спектра определяется боковыми группами аминокислот пептидная связь будет поглощать около 200 нанометров между 200 и 300 нанометров будут поглощать остальные боковые радикалы группы в аминокислотах ну мы знаем что поглощать в основном то будут трептофан ароматические любые другие вещества и они трептофан тирозин и фенилл они иногда добавляют в основном отвечают за поглощение белков меньше 300 нанометров ну если это знать то это в принципе хорошая подспорья все равно можно определять при 280 нанометрах концентрацию белка ну просто если вдруг оказалось что ваш конкретный белок не обладает или у него сильно ниже чем по среднем по вашему объекту трептофана тирозина то он будет поглощать меньше кажется что белка в растворе нет но это редкие ситуации опять же вы вооружены вот этим знанием когда в целом вы просто в гомогенате в большой смеси белков определяете концентрацию конечно различия в содержании индивидуальном содержании ароматических аминокислот между белками мы пренебрегаем опять же отношения при 260 лучше поглощают нуклеиновые кислоты а при 280 белки поэтому отношения поглощения 260-280 часто служит индикатором чистоты насколько чисто специалист выделяющий нуклеиновые кислоты очистил от белков и наоборот насколько в препарате белков много примесей нуклеиновых кислот еще раз нам помнить нужно помнить что все-таки спектры они очень часто здесь это написано в явном виде для тирозина но вообще это общее место конечно они зависят по аж среды от паш и от ионного состава и от концентрации специальных каких-то ионов все это зависит то есть если вы хотите воспроизводимо то конечно между разными экспериментами то конечно буфер должен быть один и тот же специальный случай это вот никотин амин динуклеодид фосфат восстановленная форма или окисленная эти вещества поглощают при 340 нанометрах и при этом один миллимоль это тоже одно из характеристических значений один миллимоль в кювете длиной 1 сантиметр оптический путь длиной 1 сантиметр поглощает как 6 запятая 20 ну то есть поглощение у вас будет 6-20 если вы разбавите в 10 раз и вместо миллимолярного там у вас будет 10 миллимоля ну то понятно будет поглощение 0,6 0,622 это в принципе это не такая высокая не такое высокое поглощение это не такая высокая характеристическая не так хорошо вот если в целом смотреть на всю эту область паттероскопии не так хорошо поглощают эти вещества двое но они очень большая часть химических реакций происходящих в живой клетке и в принципе конечно полезно очень часто определять их концентрацию даже просто помня о том что не очень высокие не очень низкие концентрации можно определить но все равно и потом проводя какие-то реакции уже в пробирке просто определяя активность ферментов например очень часто используется вот эта характерная длина волны 340 нанометров ну или как мы помним там скажем фильтр 320-360 нанометров это то же самое в данном случае для данного приложения такие приборы бывают и в институте такие приборы не обязательно конкретно 340 ну в общем оказывается полезным просто потому что он востребован во множестве ферментативных реакций ну и как как следствие чтобы не искать никаких не синтезировать новые хромофоры его очень часто бывает нужно использовать при этом надо просто помнить что у него не очень высокое характеристическое поглощение но это аминокислоты ой это нуклеиновые кислоты теперь уже про них известно то же самое про х-зависимость обязательно надо помнить они по-разному поглощают по-разному поглощают ДНК и РНК примеси определяем как мы уже сказали по поглощению на 206 по отношению поглощения 260-280 есть отдельное качество которое даже называется непохромизмом нуклеиновых кислот которое описывает тот факт что поглощение нуклеиновой кислоты молекулы нельзя выразить как сумму поглощения всех входящих в нее нуклеотидов но здесь мы уже просто должны помнить вдаваться наверное нам смысла не имеет особенно физико-химические особенности устройства большие или маленькие значения паш а также концентрация таких динатурантов скажем как мочевина она приводит к высокой концентрации приводит к динатурации нуклеиновых кислот когда-то это на самом деле полезно когда-то нужно этого избегать но при высоких концентрациях вот этих веществ двойная спираль днк расплетется и мы получим две цепочки которые будут спутаны в случайный клубок и в общем в этом случае немножко другое значение поглощения мы должны ожидать это но это опять же к тому что вы должны знать тот буфер паштого буфера и состав того буфера в котором вы определяете концентрацию в случае белков паш важен в случае днк концентрация хаотропов важна типа мочевины просто об этом нужно помнить всегда когда мы определяем поглощение всегда природа растворителя играет очень большую роль просто вот об этом не забываем теперь о некоторых количественных рассуждениях которые в общем всегда можно на сайте производителя в паспорте прибора найти просто поинтересовавшись там в учебнике физики в современных фотометрах мы конечно имеем некоторую систематическую ошибку в зависимости от величины поглощения ошибка будет больше или меньше просто вот прибор так устроен что ошибка определения конкретного значения будет больше или меньше и вот собственно из чего это происходит проистекает от того что всякие электрические или механические неидеальности присутствуют в инструменте в реальном и конечно где-то расстояние не один сантиметр где-то угол чуть-чуть повернуто ну и так далее но из этого если делать какие-то расчеты математические то при большой ошибке мы конечно можем сильно ошибиться и исследования экспериментальные исследования показывают что минимальная относительная ошибка измерения поглощения при значении поглощения 0,434 или 36% поглощения ну вот мы об этом должны помнить это не просто ограничение что нельзя брать белки и определять концентрацию при поглощении больше двух или при больше единицы на каких-то длинах волок это и рекомендация при каких же значениях поглощения минимальная ошибка и лучше всего нам определять концентрацию вот это 0,434 то есть 0,4 но в широком диапазоне в более широком диапазоне приемлемая ошибка от 20 до 80 процентов пропускания это означает примерно что поглощение должно быть от 0,1 до 0,7 современные спектрофотометры они как раз выдают наверное поглощение да у вас в большинстве лабораторий и поэтому значение поглощения вот то что мы должны запомнить от 0,1 до 0,7 является оптимальным диапазоном для определения концентрации каких-то веществ которыми вы работаете но это не все оптические техники про спектроскопию про фото метрию мы поговорили это конечно огромный пласт и исторически более востребованная часть такая много методик было сделано еще в середине 20 века ни на что кроме этого наверное нельзя было опереться вот четко экспериментально из оптических методов сейчас конечно больше и методы которые более современные они характеризуются в первую очередь большей чувствительностью но кроме этого естественно больше избирательность селективность много чего много плюсов у методов люминометрии по сравнению с методами спектрофотометрии это не отрицает использование спектрофотометра спектрофотометры они в этом смысле универсальны то есть практически все вещества ну или представители классов веществ поглощают в той или иной области конечно это не всегда высокий не всегда можно детектировать маленькие концентрации не всегда можно различать несколько разных веществ что позволяет делать другие оптические методы но все равно это остается очень востребованным очень мощным инструментом лабораторной практики конечно знать как работает ну вот в этом смысле знать как работает спектрофотометр знать ограничения вот их буквально там пять знать несколько классов которые веществ которые можно определить ну вот это наверное в наших с вами силах даже вот всегда иметь в арсенале какой-нибудь спектрофотометрический метод ну для этих целей концентрации ну вот следующим шагом в оптических методах лиминометрия которая более чувствительно включает в себя хемиолюминесценцию биолюминесценцию и гораздо более редкую электрохемиолюминесценцию ну которые соответственно возбуждение света в результате химической биохимической или какой-то иной реакции они как освещая в спектрофотометрии освещаем светом здесь этого не нужно химиолюминесценция ну тоже наверное многие знают это пришло из живой природы окисляется люциферин светлячков там по-моему да нашли и светится какое-то время там происходит свет без возбуждения светом происходит вспышка света ее можно детектировать это тоже вполне количественный метод некоторые серменты вот здесь они перечислены вот их активность определяется их прямая работа в живой системе вот в окислении чего-то такого состоит поэтому по по окислению вот таких люминицирующих люминицирующих веществ можно судить об активности этих ферментов комплексы металлов могут проявлять химилюминесцентные или даже отдельные ионы металлов ну как видите это специальное приложение это уже не совсем такая широкая биохимия которая про которую мы говорили в разговоре про спектр фотометрические методы есть еще более чувствительная биолюминесценция здесь обращаю ваше внимание что чувствительность метода может достигать зептомоля это слово которое я очень редко произношу в жизни и наверное вам тоже не часто это придется делать зептомоль это примерно 600 молекул вещества ну то есть для тех кто далек от этой области это очень 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 мало миллимоль это конечно 10 в 20 степени например а это просто 100 молекул это колоссальная чувствительность конечно методы которые с помощью фотометрические методы такие невозможны люминометрические вот как видите биолюминесцентные методы вот уже к такому порогу по чувствительности приближаются понятно что это уникальные методы которые не знаю для чего для каких приложений рядовой биохимии нужны но тем не менее поражают именно своей чувствительностью у нас не каждый фотон который вернее не каждая молекула которая прореагировала испускает фотон то есть свет который мы можем детектировать это важный экспериментальный параметр для вашей системы и он в принципе может варьировать довольно в широких пределах называется это квантовый выход то есть чем больше фотонов вышло в результате реакции в пересчете на число молекул которая прореагировала тем и больше квантовый выход ну и вот он может быть от 0 1 процента то есть только когда одна тысячная прореагировавшая молекула испускает свет до 30 процентов когда это сделали 3 молекулы из 10 соответственно на этом основаны методы какие-то вы просто должны знать характеристику своего метода ну и в зависимости от этого уже подбирать концентрацию остальных реактивов электрохимираминесценция вынесена здесь в отдельную она тоже довольно экзотический метод хилаты металлов тоже очень редко встречающихся в экспериментальной практике в лаборатории вот они обладают и обладают вот этой способностью при окислении на поверхности какого-то электрода происходит вспышка света он тоже очень чувствителен и на основе вот этих рутениевых меток созданы какие-то несколько довольно распространенных очень чувствительных методов выявления различных токсинов что-то такое антигенов любой другой природы это очень чувствительное но при этом конечно недешевые методы и не так часто используемые в рутинной практике нашим ограничения методов химилюминесценции и в принципе люминесценции мы про ограничения спектрофотометрии поговорили а теперь что же может нам что мешает люминесцентным методом ну для них во-первых они более чувствительные поэтому любая щелочка в вашей системе они гораздо более чувствительные напоминают любая щелочка когда свет каким-то не тем путем проходит до детектора какая-то чуть-чуть наклоненная поверхность кювета стеклянная от которой отражается свет чуть-чуть неплотно прикрытая крышка кюветного отделения и так далее и так далее они вот прям гарантированно поменяют вам результаты вот это как бы так вот метафизическая оплата за высокую чувствительность но об этом надо помнить естественно что этими методами начинают работать те люди которым не хватает чувствительности обычных спектрофотометрических методов поэтому поэтому они об этом знают но знаете и вы это действительно очень чувствительные методы но требующие гораздо более тщательных приготовлений самого эксперимента самого эксперимента самого самого проведения эксперимента оптической его части и при даже более того это методы настолько чувствительны что вот здесь это третьим пунктом что могут детектировать например люминесценцию пластиковых трубочек через которые протекает ваш раствор ну просто об этом надо помнить конфигурация системы ее чувствительность совсем другая как спектрофотометрах где на это конечно можно внимания не обращать здесь обязательно нужно иметь это виду и еще с люминесценциями со всеми ее видами конечно сложнее найти линейный участок диапазон когда ну скажем линейно химилюминесценция зависит от концентрации сложнее чем со спектрофотометрии опять же при слишком маленьком при слишком маленькой интенсивности реакции мы просто ничего не будем видеть за счет каких-то паразитного поглощения а при слишком большой интенсивности реакции мы не будем видеть все реакции будет будет уже частично но частично мы будем занижать реальное похождение реакции в пробирке то есть еще раз подытоживая это методы гораздо более чувствительны к ним требуется некоторый специальный подход знания какие-то но при этом они конечно остаются очень востребованными специальное приложение люминесценции детекция белков на мембранах после электрофореза ну это вообще может быть половина современных исследований белка ну вот так скажем то есть это одно специальное приложение про которое хорошо все известно в целом спектрофитрометрия более распространена алюминометрия гораздо более чувствительна последний кусок или почти последний из оптических методов это флуоресценция флуоресценция происходит когда молекула поглощает свет при одной длине волны а излучает уже при другой ну это уже основа строения вещества мы конечно касаться не будем но в целом тоже более многие вещества являются флуорофорами много синтетических флуорофоров существует доступных для коммерческой покупки скажем да и они являются более чувствительными по сравнению с хромофорами поэтому нашли свое применение во всех во многих областях также иммуноанализ иммуноферментный анализ цитометрия флуориметрия очень ну в общем востребованы я бы сказал что за счет того что чувствительность у флуориметрии повыше чем у спектра фотометрии эти методы наверное даже и побольше распространены чем фотометрические прямые но для них требуются метки соответствующие флуорофоры это не всегда это не всегда столь очевидно потому что флуоресцирующих веществ конечно гораздо меньше чем поглощающих видимо в диапазоне света закон который связывает интенсивность концентрацию вещества с интенсивностью флуоресценции он похож по виду на закон для фотометрии здесь есть еще один коэффициент это вот есть как раз та самая квантовый выход она же флуоресценция в данном контексте это эффективность флуоресценции и из ограничений мы должны знать что вот это линейное заношение действует только для разбавленных растворах в котором поглощение менее чем 2% от входящего света то есть очень разбавленные растворы они точно не должны никак почти никак не должны светиться на спектрофотометре но при этом они будут давать конечно сигнал по флуорофорам при этом поглощение вот это количество 0,09 если вы выше этого числа поглощения то скорее всего флуоресценция у вас будет сильно затуманена другими процессами которые происходят в сильно концентрированном для флуоресценции образце то есть концентрация образца выше этого числа это уже будет много ну по крайней мере отношения нелинейные флуоресценции конечно будет просто уже нельзя говорить о линейной зависимости от концентрации также длина оптического пути концентрация флуорофора интенсивность источника света являются факторами закон по виду такой же как примерно как для спектрофотометрии в целом вот здесь у нас по отрасли специалисты посчитали где-то флуоресценция 100-1000 раз более чувствительная чем изменение измерения поглощения то есть наша спектрофотометрия за счет различных приборных ухищрений здесь нет в флуоресценции зачастую нет такой единицы измерения как поглощение здесь мы просто калибруемся по какому-то веществу и выдаем в относительных единицах интенсивности ну потому что чуть-чуть добавили интенсивность если мы добавили для спектрофотометра то это никак не сказалось а если добавили для флуориметра то уже сказалось сложно откалибровать все флуориметры на один и тот же уровень интенсивности поэтому просто люди сообщают не абсолютные единицы а относительные единицы по интенсивности флуоресценции которая вот зависит от некоторых вещей которые внутри прибора спрятаны и которым мы так легко не контролируем и сравнить так скажем наш прибор и соседней лаборатории вот так вот просто не получится в отличие от спектрофотометров которые в общем и здесь и там и за океаном работают одинаково и числа будут сдавать одни и те же отдельно отдельно заслуживает упоминание наверное флуоресцентная поляризация это метод не так широко распространенный но сочетает в себе прелесть чувствительности флуоресценции с некоторым таким физическим законам физической закономерности молекулы флуорофоров свет поляризован какой-то определенный наверное сложно в таких совсем простых терминах объяснить что происходит но важно что флуоресцентная поляризация отличается у молекул например большого и маленького размера большая молекула медленно вращается в растворе и медленно изменяется вот этот показатель флуоресцентная поляризация а маленькая молекула быстрее быстрее все меняется и вот такой уникальный для оптических методов способ оценки размера молекулярного как мы его используем на практике ну вот пометили мы например антитело флуорофором и дали в раствор если антитело ни с чем не связалось характерное время одно если оно связалось с чем-то массивным то характерная поляризация время затухания флуоресценции уже другое на этом принципе построены некоторые достаточно чувствительные и востребованные методики современной оптической флуореметрии есть несколько точно так же как и для спектрофотометрии несколько ограничений и для флуоресценции они перечислены здесь просто по порядку а дальше немножко будет поподробнее то есть эффект внутреннего фильтра это так и называется и по-русски это так и называется при поглощении вещества больше чем 2% от входящего света то есть при поглощении больше чем 0,09 единиц оптических у нас взаимодействие становится сложнее между светом и веществом и мы уже не можем говорить о линейной зависимости флуоресценции от концентрации при больших концентрациях происходит так называемое тушение флуоресценции например если мы будем брать много молекул флуоресцина очень распространенные флуоресцентные метки и их химически свяжем с одним с одним молекулом антитела с одной молекулой антитела то вот на каком-то при какой-то плотности мечения у нас уже сигнал будет слабить это так называемое тушение слишком большая локальная концентрация флуорофора этого надо бояться рассеяние света точно так же но мы там немножко в другом контексте говорили про спектрофотометрию здесь это немножко по-другому но тоже рассеяние света влияет на флуоресценцию к счастью для рассеяния света четко известна длина волн на которых она будет рассеять в зависимости от природы того что находится в кювете поэтому просто избегая смотреть флуоресценцию на этих конкретных длинах волн мы практически полностью обезопасим себя от того чтобы случайно принять рассеяние за флуоресценцию как давно свечения тоже конечно но там совсем другое здесь квантовый выход меняется с температурой и чем больше температура тем ниже будет квантовый выход вот об этом можно помнить опять же если это можно проверять в зависимости от температуры какие-то делать специфические эксперименты которые проверяют что светится у вас ваш конкретный флорафор если вы знаете его свойства но это уже скорее применение по непрофильному назначению в целом мы просто должны сделать вывод что определяем температуру всегда при одной и той же температуре от температуры флуоресценции очень сильно зависит есть вещества это все опять же к составу растворителя во многих растворителях вот здесь про липиды про примесь липидов ну и другие вещества часто встречаются бывают мешают определению мало того они сорбируются на стенках кювет кюветы начинают отражать отраженный свет начинает интерферировать ну то есть уже та же самая болезнь высокой чувствительности флюориметры настолько чувствительные что это чувствуют так что максимально чистый растворитель про который про состав которого все известно при высокой интенсивности света будет происходить просто разрушение флуорофора это к сожалению тоже особенно там скажем для флуоресентных микроскопов где огромная интенсивность это ограничение будет разрушаться сам флуорофор этого нужно избегать по мере возможности поэтому кстати всегда флуорофора мы храним в темных баночках но это отчасти это помогает то же самое относится например окислители все в том числе воздух стараемся убрать из этих баночек они медленно взаимодействуют с флуорофорами и флуорофоры просто ну перестают обладать вот этим свойственным флуоресценциям таким так чтобы в в